Иван Сергеевич Шмелев Неупиваемая чаша Дачники с Ляпуновки и окрестностей любят водить гостей на самую Ляпуновку. Барышни говорят восторженно, — удивительно романтическое место, все в прошлом. И есть удивительная красавица, одна из Ляпуновых, целые легенды ходят. Правда, в Ляпуновке все в прошлом. Гости стоят в грустном очаровании на сыроватых берегах огромного полноводного пруда, отражающего зеркально-каменную плотину, столетние липы и тишину. Слушают кукушку в глубине парка, вглядываются в зеленые камни-пристаньки с затонувшей лодкой, наполненной головастиками, и стараются представить себе, как здесь было. Хорошо бы пробраться на островок, где теперь все в малине, а весной поют соловьи в черемуховой чаще. Но мостки на островок рухнули на середке и прогнили под бересты и березовые перильцы. Кто-нибудь запоет срывающимся тенорком невольно к этим грустным берегам, и его непременно перебьют. Идем, господа, чай пить. Пьют чай на скотном дворе, в крапиве и лопухах, на выкошенном местечке. Полное запустение. Каменный сарай без крыш, в проломы смотрится бузина. Один бык остался. Смотрят, смеются. На одиноком столбу ворот еще торчит побитая бычья голова. Во флигельке, в два окошечка, живет сторож. Он приносит осколок прошлого, помятый зеленый самовар в вазу и говорит неизменное, сливков нету, хоть и скотный двор. На него смеются, всегда распояской, недоуменный, словно что потерял. И жалование ему пять месяцев не платит. — А господа все судятся, — подмигивая, удивляется бывалый дачник. — Двадцать два года все суд идет. Который барин на польке женился, а тут еще вступились. А Катерина Митриевна наплевать не говорит, а без нее нельзя. И опять все смеются, и сараи каменным пустым брюхом. Идут осматривать дом. Он глядит в парк, в широкую аллею, с черной флорой на пустой клумбе. Флора — итальйская богиня цветов, юности и удовольствий. Он невысокий, длинный, подковый, с плоскими колонками и огромными окнами по фасаду. Напоминает оранжерею. — Кто говорит ампир, кто барокко? — спрашивают сторожа. — А может, и рококо? — А мне что? — Может, и она. Ампир барокко-рококо. Стили в архитектурном и декоративном искусстве. Ампир, буквально империя, стиль трех первых десятилетий XIX века, завершивший развитие классицизма. Барокко — странный, причудливый. Основное стилевое направление в искусстве Европы и Америки конца XVI-середины XVII веков. Рококо — декоративный мотив в виде раковины. Стилевое направление в европейском искусстве первой половины XVIII века, которому свойственен грациозный, прихотливый, орнаментальный ритм. Входят со смехом, идут анфиладой, банкетные, баскетные, залы, гостиные в зеленоватом полусвете от парка. Смотрит нема карельская береза, красное дерево, горки, угольные диваны-сполины, гнутые ножки, пузатые комоды, тускнеющая бронза, в пыли уснувшие зеркала, усталые от вековых отражений. Молодежь выписывает по пыли пальцами «Анюта», «Костя». Оглядывают портреты «Тупи, тугие воротники, глаза на выкат, на сандалинные носы, парики». Скука. Вот, красавица. Из-за этого портрета и смотрит дом. Глаза какие! Портрет в овальной золоченой раме. Очень молодая женщина в черном глухом платье с чудесными волосами красноватого каштана. На тонком бледном лице большие голубые глаза в радостном блеске. Весеннее переливается в них, как новое после грозы небо. Тихий восторг просыпающиеся женщины. И порыв, и наивно детское, чего не назовешь словом. «Радостная королева-девочка», — скажет кто-нибудь, повторяя слова заезжего поэта. «Стоят подолгу». И, наконец, все соглашаются, что и в удлиненных глазах, и уголках наивно полуоткрытых губ горечь и затаившееся страдание. Вторая неразгаданная, Мона Лиза, кто-нибудь скажет непременно. Мужчины в мимолетной грусти несбывшегося счастья. Женщины затихают. Многим их жизнь на минуту представляется серенькой. «Секрет», — спешит предупредить сторож, почесывая кулаком спину. «На всякого глядит сразу». Все смеются, и очарование пропало. Секрет все знают и меняют места. Да, глядит. И другой секрет. Про амператора. Прописано на ней там. Сторож шлепает голой грязной ногой на табуретку, снимает портрет с костыля, держит, будто хочет благословить, и барабанит пальцами «Читайте». И все начинают в полголоса вычитывать на картонной наклейке, выписанной красиво вязью с красной начальной буквой. Анастасия Липунова, порода Вышатова, родилась 1833 года, мая 23-го. Скончалась 1855 года, марта 10-го дня. Выпись из родословной мемории рода Вышатовых, лист 24-й. На балу Санкт-Петербургского дворянства августейший монарх изволил остановиться против всей юной девицы, исполненной нежных прелестей. Особливо поразили его глаза оной, и он соизволил сказать по-французски. «Сейчас зима, но ваши глаза, малышка, пробуждают в моем сердце весну». А наутро прибыл к отцу ее, гвардии секунд майору Павлу Афанасьчу Вышатову, флигель-адъютант, и привез приглашение во дворец совокупно с дочерью Анастасией. О, сколь сия монаршая милость! Горестно поразила главу фамилии Благородной. Он же, гвардии секунд майор Вышатов, прозревая горестную отныне участь юной девицы, единственного детяти своего и позор семейный, чего многие за позор не почитают, явил дерзостное ослушание, всех судьбах благопохвальное, и тот же час выехал с дочерью в великом ото всех секрете, в дальнюю свою отчину, вышата темная. Сторож убирает портрет. Все молчат. Оборвалась недосказанная поэма. Мерцающие несбыточные глаза смотрят, хотят сказать «Да, было, и было многое». Идут к церкви за парком. Бегло оглядывают стенную живопись. Работу будто бы крепостного человека. Да, недурно, особенно страшный суд. Деревенские лица, чуть ли не в зипунах. — Господа, а в склепе опять? — Она. В 905-м парни разбили надгробие и выкинули кости. Входят в сыроватый сумрак, в радуге от цветных стекол, осматривают подправленные надгробия, помятые плиты. Одно надгробие уцелело с врезанным в мрамор медальоном ее портрет, уменьшенные повторения. Те же радостно плещущие глаза. — Парни наши побили гроба, — равнодушно говорит сторож. — Да жеребца добирались. А старики так прозвали. А эту не дозволили беспокоить. Святой жизни будто была, — старики сказывали. Больше он ничего не знает. Смотрят бархатную черноту склепа, роспись, ангела смерти с черными крыльями и каменным ликом, перегнувшегося по своду, склонившегося к ее надгробию, и белые лилии, слабо проступающие у стен, как живые. — Осмотрено все, можно домой. Не показывает сторож могилы у северной стороны церкви. В сочной траве лежит обросший бархатной плесенью валун-камень, на котором едва разберешь высеченные знаки. Здесь лежит прах бывшего крепостного человека Ильи Шаронова. Имя его чуть проступает в уголку портрет. А может быть, и не знает сторож. Мало кто знает о нем в округе. Церковь в Ляпуновке во имя Ильи Пророка, и тянут к ней три деревни, а на престол бывают и из вышата темного верст за пятнадцать. Тогда приходит и столетний дьячок Каплюга, проживающий в высоковладычном женском монастыре в Настасинской богодельне. Старей его нет верст Наста. Мужики зовут его Мусаилом, и как поедут на Илью Пророк, везут на сене. Мусаил, искаженная Мафусаил, в Ветхом Завете, дед Ноя, проживший девятьсот шестьдесят девять лет. От него и знают про старину. А он многое помнит. Как перекладывали Илью Пророка, и как венчали Анастасию Палну с гвардией-поручиком Сергием Дмитриевичем Липуновым, Такие-то огни на прудах запускали. Хорошо помнил дьячок Каплюга и как расписывал церковь живописный мастер, дворовый крепостной человек Илюшка. Обучался в чужих краях. Я его и грамоте учил. Знает Каплюга и про жеребца, родителя Сергия Дмитриевича, и как жил на скотном во флигелечке живописный мастер, и как помер, и про блаженной памяти Анастасию Палну и называет ее «святая» и про вышата темная, откуда она взята. А егорит на стене, ого! И змея того, прости, Господи, сам видал. Только тогда об этих делах не говорили. Лежит за рекой Нырлий, обок свышата темным, высоковладычный монастырь, белый, приземистый, давняя обитель, стенами и крестом ограждавшая край от злых кочевников. Теперь это женская обитель. На южной стене собора светлый рыцарь с глазами-звездами на белом коне поражает копьем змея в черной броне, с головой, как у человек, только язычища, губы и пасть зверины. Говорят в народе, что голова того змея — жеребцова. Много рассказов ходит про Липуновку. А вполне достоверно только одно, что рассказывает Каплюга. Сам читал, что записано было самим Ильею Шароновым тонким красивым почерком в итальянскую тетрадь бумаги. Тетрадь эту передал дьячку сам Илья накануне смерти. Так сказал Анисич. Меня ты грамоте обучил. Вот тебе моя грамота. Хранил дьячок ту тетрадь. А как стали переносить неупиваемую чашу из трапезной палаты в собор, смутился духом и передал записанное матушке настоятельнице в тайне. Говорил Каплюга, будто и доселе сохраняет ста тетрадь в железном сундуке за печатями в покоях у настоятельницы. И архиерей знает это и повелел, храните для назидания будущему, не оглашайте в настоящем, да не соблазняться. Тысячи путей Господней благодать, а народ жаждает радости. Умный ученый был архиерей тот и хорошо знал тоску человеческого сердца. Вот что рассказывают читавшие. Глава первая Был Илья единственный сын крепостного дворового человека-маляра Терешки, искусного в деле и тягловой луши тихой. Матери он не знал, померла она до года его жизни. Приняла его на уход тетка, убогая скотница Агафья Косая, и жил он на скотном дворе с телятами, без всякого досмотра, у Божья глаза. Топтали его свиньи и легали телята. Бык раз поддел под рубаху рогом и метнул в крапиву, но Божий глаз сохранял. И в детских годах Илья стал помогать отцу, растирал краски и даже наводил свиль орешную по фанерам. Рисунок жилок, слоев или волокон в дереве. Но был он мальчик красивый и румяный, как наливное яблочко, а нежностью лица и глазами схож был с девочкой. И за эту приглядность взял его старый барин в покое подавать и запалять трубки. И вот однажды, когда в торопях разбил Илья о ножку стола любимую баринову трубку с изображением голой женщины, которой в бедра сам барин наминал табак с крехотом, приказал тиран дать ему соленого кнута на конюшне, сказал «Узнаешь, пёси щеняка, чем трубка пахнет». Тогда от стыда и страха убежал Илья к тётке на скотной и втайне от неё хоронился в хлеву за соломой, выхлёбывая свиное пойло. Но не избежал наказания и опять был приставлен к трубкам. Звали люди барина жеребцом. Был он высок, тучен и похотлив. Все пригожие девки перебывали у него в опочивальной. Был он сроду такой. А как повыдал дочерей замуж, а сына прогнал на службу, стал как султан турецкий. Полный дом был у него девок. Даже и совсем не до ростки были. Помнил Илья, как кинулся на барина с сапожным ножом столяр Игнашко, да промахнулся и был увезён во строг. Но стал барин хереть, терять силы. Тогда водили к нему особо приготовленных девок, парили их в жаркой бане и секли яровой соломой. Оттого приходили они в ярое возбуждение и возвращали тирану силы. Тяжело и стыдно было смотреть Илье на такие дела. Но по своей обязанности состоял он при барине неотлучно. Даже требовал от него барин ходить ноги им и смотреть весело, а он закрывал от стыда глаза. Тогда приказывал ему барин-тиран делать разные непотребства, а сам сидел на кресле, сучил ногами и курил трубку. Было тогда Илье двенадцать лет. Как-то летом поехал барин глядеть мельницу на проточке. Прорвало её паводком. Редко выбирался он из дому, а Илья всё надумывал, как бы сходить в монастырь, помолиться, ждал случая. И вот, не сказав ни отцу, ни ключнице, старухе, фефёлихе, в стыде и скорби побежал на вышатотёмное в высоковладычный монастырь, слыхал часто от дворовых и от прохожих людей, что получают там утешение. После обедни он остался в храме один и стал молиться украшенной лентами золотой иконе, какой не знал. И вот подошла к нему старушка-монахиня и спросила с лаской, — Какое у тебя горе, мальчик? Илья заплакал и сказал про своё горе. Тогда взяла его монахиня за руку и велела молиться так — «Защити, оброни, причисто я!» И сама стала молиться рядом. А теперь ступай с Богом. Скушай просвирку и укрепишься. Дала из мешочка просвирку, перекрестила и вывела из храма. И легко стало у Ильи на сердце. Всю дорогу пятнадцать верст сосновым бором весело прошёл он, собирая чернику, и пел песни. И кто-то шёл с ним кустами и тоже пел. Должно быть, это был отзвук. И вовсе не думалось ему, что воротился с мельницы барин и хлопает в ладони, кличет. Только подходить к лавам на проточке. Выскочила из кустов любка кривая, который проткнул барин глаз, вышпыневая из-под лестницы, куда она от него забилась, охватила Илью за шею и затрепетала. Илюшечка, миленький, красавчик, утоп наш жеребец, проклятущий на мельнице, не по своей воле, туточки верховой погнал на деревню, кричал. Завертела его, как бешеная, зацеловала. Возрадовался Илья в сердце своём и не сказал никому про свою молитву. Положил Господь на весы правды своей слёзы рабов и покарал тирана напрасной смертью. Всю жизнь снился Илье старый барин, мурластый, лысый, с закатившимися под лоб глазами, в заплёванном халате, с волосатой грудью, как у медведя, и ногами в шерсть. И всю свою недолгую жизнь говорил Илья в тягостную минуту старухину молитву. Глава вторая Стал на власть молодой барин, гвардии поручик Сергий Дмитриевич. Приехал из Питера. При старом барине бывал редко. И завёл псовую охоту, на удивление всем. Стал при нём много веселей. Старый медведем жил. Не водился с соседями, а молодой погнал пиры за пирами. Завёл песельников, трубачей. Поставил на островке павильон любви. И перекинул мостки. Стали плавать на прудах лебеди. Опять отошёл Илья к отцову делу. Расписывал на беседках букеты и галичков со стрелами амуров. Не хуже отца работал. Добрый был молодой барин. Не любил сечь, а сказал, — над вас, дураков, грамоте всех учить. Учение свет. Призвал молодого дьячка каплюгу с погоста до заштатного дьякона, пьяницу Безносова провалился у него нос и приказал гнать науку на всех дворовых, стариков и ребят. Вырезал себе без носа и долгую орешину и доставал до лысины самого заднего старика, у которого и зубов уже не было. Плакали в голос старики, молили барина их похерить, а без носа и доставал орешины и гнусил. «Не завистуй, господской доли, господская наука, всем мука, мука!» Кончилось обучение. Нашли Безносова под мостками в проточке у полыньи. Разбился в охмелю, будто. Выучился Илья у каплюги бойко читать псалтырь и по гражданской печать. И писать, и считать выучился отменно. Пришел барин прослушать обучение и подарил Илье за старание холста на рубаху, новую шапку к зиме и гривну меди на подмонастырскую ярмарку, что бывает на Рождество Богородицы. Памятна была Илье та первая гривна меди. Пригоршню сладких жемков, корец имбирных пряников и полную шапку синий и желтый репы накупил он на ярмарке. Три раза проползал под икону за крестным ходом, и ищей монастырских с самовиной наелся дост. Слушал слепцов, нагляделся на медведя с кольцом в ноздре. Помнил до самой смерти тот ясный с морозцем день, засыпанные кистями рябины у монастырских ворот и пушистые георгины на образах. А когда возвращался с народом через сосновый бор, вольно отзывался бор на разгульные голоса парней и девок. Пели они гулевую песню, перекликались. Запретная была эта песня, шумная, только в лесу и пели. Пели, спрашивали, перекликались. С отчего вьюгой метелюшкой метет, с отчего не все дорожки укрыет, одную и вьюжина не берет, а какую вьюжина не берет? Всю каменьем умощенную, всю кореньем да схвощиною, а какую метелюга не метет. Ой, скажи-ка, укажи-ка, лесбор, самую ту, что на барский двор. Радовался Илья. Выносил подголоском, набирал воздуху. Ударят сейчас все дружно. Так и заходит бор. Чтоб ей не было ни хожего. Ой, ни хожего, ни езжего. Ай, вьюга метелюга заметай. Ай, девки русы косы расплетай. Минуло в ту осень Илья шестнадцать лет. Глава третья Прошло половодье, стала весна, и в монастыре начали подновлять собор. Приехала к барину с поклонами обительская мать казначея, ездила по округе. Не отпустит ли для малярной работы чистой, умелого мастера Шаронова Терешу? Охотно отпустил барин святое дело. Лежало сердце Ильи к монастырской жизни. Тишина манила. Хорош был и колокольный набор, и вызван. Приезжал обучать звоном знаменитый позаводский звонарь Иван Куня и обучил хорошо слепую сестру Кикилию. Умела она выблаговестить на подзвоне. Описнопение всеночной, вечерняя песня сыну Божьему Уж собираться было отцу, ходить в монастырь на работу, и барин стал собираться в отъезд в степное имение до осенней охоты. Тогда нашла на Илью смелость. Приметил он, пошел барин утречком на пруды кормить лебедей. Понесла за ним любимая девка Сонька, лупоглазая, пшенную кашу в шайке. Подобрался Илья кустами, стал выжидать тихой минутки. Веселый стоял барин на бережку, у каменного причала, где резные Ильей покрашенные лодки для гуляния, швырял пшенную кашу в белых лебедей, а они радостно били крыльями. Такое было кругом сияние. В китайский красный халат был одет барин. С золотыми головастыми змеями. И золотая мурмолка сияла на голове, как солнце. Так и сиял, как икона. И день был погожий, теплый, полный весеннего света, с воды и с неба. Как в снегу, белый был островок, в черемуховом цвете. Стучали ясными топорами плотники на мостках, выкладывали перильца белой березой. Услыхал Илья, как говорит весело барин. — Лебедь есть птица богов Сафо. Помни это. Они полны благородства и красоты. Помни это. Поиграй на струнах. Сафо или Сапфо — древнегреческая поэтесса первой половины шестого века до нашей эры, воспевавшая любовь и красоту подруг. Радовался Илья. Знал, что в духе сегодня барин, если разговаривает с Сафо Сонькой Лупоглазой. Вся в белом была Сафо, как от раковицы на иконе в монастыре с голубками. Приказал ей барин надевать белый саван, распускать черные волосы по плечам, на голову надевать золотое кольцо, а на ногах носить с ремешками дощечки. Приказал белить румяные щеки и обводить глаза углям. Совсем новой становилась тогда она, как на картинках в доме, и любил смотреть на нее Илья, будто святая. А через плечо висели у ней гусли, как у царя, давили. Давид, конец II века, около 950 года до н.э. царь израильско-иудейского государства, провозглашенный царем Иудеи после гибели Саула. По библейской легенде, юноша Давид победил великана Голиафа, считался искусным музыкантом. В изобразительном искусстве Давид часто предстает с музыкальным инструментом, обычно арфой, в руках. Самая красивая была она, и ее покупал еще у старого барина заезжий охотник, давая пять тысяч. Так говорил спиридошк повар, ее отец. Не нужна она была старому барину. Слабый он был совсем. А только потому и не продал, что очень она была красива телом, любил сидеть и смотреть. А когда стал на власть молодой барин, взял ее из девичьей в покое на особое положение и приказал всем называть ее Софо. Так и звали, подлащивались к новой любимице, а меж собой стали звать Совалу Поглазая. Даже спиридошк повар, Сонькин отец, передавая ей блюда с любимым кушаньем барина, бараньями кишками с кашей, говорил уважительно. — Пожалуйте вам, Софа Спиридонна, кишочки! А вслед плевался и кричал на Илью. — Чего паршивец, смеешься? Выбрался Илья на прудовую дорожку и издалека упал на колени. Сказал, — Отпустите барин с отцом поработать на монастырь. Знал Илья, никогда барин сразу не обернется, а все слышит. Покормил барин лебедей, вытер ахалат руки и приказал подойти ближе, сказал, — Это ты, Громотей! И погладил по голове. — Ты красивый парень! — Скажи, Софо, любят его девки? Софо закатила глаза, учил ее так барин, выставила ногу и сказала, нараспев в небо, — О, не знаю-с, барин! Испугался Илья. Рассердился барин, не пустит его в монастырь на работу. А барин затопал и замахал руками. Не барин надо, а господин! Так говорили греки. Слушай, не знаю, о мой господин! — В монастырь? — Работать? — А ну, что скажешь, Софо? Тогда Илья с мольбой посмотрел на Софо, и его глаза застлало слезами и опять испугался. Сказала Софо опять. — О, можно, барин! Затопал барин еще пуще. Ах ты, дура утячья! Пошла, пошла! Выучись по моей записке с Петрушкой! Постой, повтори! Отпусти его, о господин мой! И поиграй на струнах! Обрадовался Илья. Она ладно сказала, отвернув голову, и позвонила на гуслях. — Ступай! — сказал барин. — Благодари ее за вкус манев! А то бы не работать тебе в монастыре! Ей обязан! До самой смерти помнил Илья то светлое утро с лебедями и бедную глупенькую Софо Соньку. Не скажи она ладно! Было бы все другое! Глава четвертая. Радостно трудился в монастыре Илья. Еще больше полюбил благолепную тишину, тихий говор и святые на стенах лики. Почуял сердцем, что может быть в жизни радость. Много горя и слез видел и чуял Илья и испытал на себе. А здесь никто не сказал ему плохого слова. Святым гляделось все здесь, и цветы, и люди. Даже обрызганный черный ковшик у святого колодца. Святым и ласковым. Кротко играло солнце в позолоте икон, тихо теплились алые огоньки лампад. А когда взывало тонким и чистым, как хрусталек, девичьим голоском, сестра под темными сводами низенького собора, «Изведи из темницы душу мою!» Душа Ильи отзывалась и тосковала сладко. Расписывали собор заново живописные мастера-везняковцы из села Холуя, знатоки уставного ликописания. Облюбовал Илью главный в артели старик Арефий. За пригожесть и тихий нрав. Пригляделся, как работает Илья мелкой кистью и чертит углем, и подивился. «Да, братики, да, голубчики, да где ж это он выучку-то заполучил?» И показывал радостно и загрунтовку, и как наводить контур, и как вымерять лики. Восклицал радостно. «Да, братики, да вы на чудо те божие поглядите, да он же не хуже те моего знает!» Дивился старый Арефий. «Только покажешь, а Илье будет все известно». Проработал с месяц Илья. Поручил ему Арефий писать малые лики, а на больших одеяния. Учил уставно. «Святому в охры те не полагаются. Ни киновари, ни в охры, в бородку те не припускай, нет рыжих. Один Иуда рыжий. Выучился Илья зрак писать. Белильцами светлую точечку становить без циркулят руки. Нимбик класть». Крестился Арефий от радости. «Да вы, братики, поглядите!» «Да какой же золотой палец!» «Да это же другой Рублев будет!» «Земчуг в навозе обрел!» «Господи!» — поокивал Арефий, допрашивал маляра терешку. «Да откуда он у тебя взялся?» Смотрел терешка, посмеивался. «По седьмому году он у меня сани распицывал, глазками павлиньями. По восьмому воробеску у потолку наводил». Приходили монахини, подбирали бледные губы, покачивали клобуками. Благодать Божия на нем! Произволение! Стыдливо смотрел Илья. Думал, так жалеет его Арефий. Радостно давалась ему работа. «За что же хвалит?» Сказал Арефию. «Мне и труда немалого нет, одна радость». Расстрогался Арефий до слез и открыл ему первому великий секрет. Невыцветающий киновари. «Яичко тебе ри!» «Свежохонечко я!» «Из-под курочки прямо!» «А как стирать с киноварью будешь?» «Сужба была, погода!» «Не облачко!» «Небо тебе, как Божий глазок, чтобы!» «Капелечки водицы едины, не Боже мой!» «Да не дыхай на красочку-те!» «Роток обвяжи!» «Да про себя, голубок, молитву, молитвочку шепчи!» «Да осуйся, ликуй и радуйся и Иерусалиме!» «Сам все нашептывал, напевал эту кроткую, радостную песнь церкви, когда выписывал в слабом свете под куполом старого бога Саваофа, маленький и легкий, как мошка. Уже старый-старый был он, с глазами-лучками, и, смотря на него, думал Илья, что такие были старенькие угодники Сергий Сава, особо почитаемые Арефием. Стояла в монастырском саду караулка. Один сруб, без настила, крытая по жердям соломой. Тут и жили живописные мастера, а обедать ходили в трапезную палату. Еще когда цвели яблони, в первые дни работы, вышел Илья из караулки на восходе солнца. Весь белый был сад, в слабом свете просыпающегося солнца, и хорошо пели птицы. Так хорошо было, что переполнилось сердце и заплакал Илья от радости. Стал на колени в траве и помолился по утреннему, как знал, учила его скотница Агафья. А когда кончил молитву, услыхал тихий голос «Илья» и увидал белое видение, как мыльная пена или крутящаяся вода на мельнице. Один миг было ему это видение, но узрел он, будто глядевшие на него глаза. В страхе приник он к траве и лежал долг, и услыхал, окликает его Арефий «Ты что, Илья?» Поднялся Илья и рассказал Арефию, видел глаза, такие, каких ни у кого нет. Мог, защурясь, вызвать эти глаза, а сказать не мог. Строгие, как у Николы угодника. У Ильи, пророка, — все допытывался обстревоженный Арефий, — нет, другие, через них видно, будто и во весь сад глаза, светленькие. Покачал задумчиво головой Арефий. Так сосна показалось, не поверил. А Илья весь тот день ходил, как во сне, и боялся, и радовался, что было ему видение, слыхал, как читали монахини в трапезной жития, что бывают видения к смерти и послушанию. С этого утра положил Илья на сердце своем служить Богу. Только не разумел, как. Ласково жили в монастыре. Ласку любил Арефий. Всех называл братики да голубчики, подбадривал нерадивых смешком да шуткой. Много знал он ласково радостных сказочек про святых, чего не было ни в одной книге. Почему у Николы глаза строгие, как октябрь месяц? Почему Касьян, редкий именинник, а ипатия, пишут с тремя морщинками, обвивала все это благостной теплотой, мягкое и льено сердце? Касьян, редкий именинник, день преподобного Касьяна Римлянина, Касьяна, празднуется 29 февраля по старому стилю, то есть по високосным годам, раз в четыре года. Спрашивал Илья Арефия, а почему мученики были греки, а то римляне, а наших нет? А вот тебе царь Борис Глеб, наши, митрополит Филипп, Дмитрий Царевич. Борис, год рождения неизвестен, год смерти – 1015, князь Ростовский. И Глеб, год рождения неизвестен, год смерти – 1015, князь Мурумский. Братья, дети князя Владимира I, убиты по приказу князя Святополка I и позднее объявлены Русской Православной Церковью святыми. Филипп I, митрополит российский, умер в 1473 году, защитник православия, боровшийся с польско-литовским влиянием и проникновением католицизма на Руси. Царевич Дмитрий, 1582-1591, младший сын Ивана IV, в 1584 году отправлен вместе с матерью Марией Ногой в Углич, погиб при невыясненных обстоятельствах и позднее канонизирован Православной Церковью. А мужики-мученики какие? Какие? А, погоди, припоминал Арефий, юродивые, блаженные, столпники, преподобные, не мог вспомнить. Слушал маляр Терешка, посмеивался. — Краски дяди Арефий про всех не хватит. Много нас больно, потому и не пишут, да и образины-то рылом не вышли. Рассердился Арефий, поморщился. — Ты этим не шути, братик. Август подходил, краснели по саду яблоки. Заканчивалась живописная работа. Загрустила душа Ильи. Когда спали после трапезы мастера и замирало все в тишине монастырской, уходил Илья в старый собор, забирался на леса под купол, где дописывал Арефий Саваофа с ангелами и белыми голубями у подножья облаков. Сидел в тишине соборный. Вливались в собор через узкие решетчатые оконца, солнечные лучи, потоки, а со стен строго взирали мученики и святые. И подумалось раз Илье, все лики строгие. А как же в житиях писано, читали монахини за трапезой, что все радовались о Господе? Задумался Илья, и вдруг услыхал он, как зашумело, зазвенело у него в ушах кровью и заиграло сердце. Вспомнил он, что скоро уйдет Арефий. И захотелось ему сделать на прощание Арефию радость. Тогда весь сладкодрожа помолился Илья на бога Саваофа в облаках, и евангелисту Луке, самому искусному, ликописному мастеру, помнил наказ Арефия. Отпилил сосновую дощечку, загрунтовал, и утвердилась его рука. Неделю втайне работал он под куполом в послеобеденный час. Лука, по преданию, один из семидесяти учеников Христа, которому приписывается написание Евангелия и деяний апостолов. И вот наступил день прощания. Уходил Арефий с мастерами, и он с отцом, к своему месту. Тогда, выбрав время, как остались они вдвоем на лесах, подал Илья с трепетом и любовью Арефию, икону преподобного Арефия Печерского. Взглянул Арефий на иконку, скинул красные глазки с лучиками на Илью и вскричал радостно. — Ты, Илья! — Я! — тихо сказал Илья, озаренный счастьем. — Порадовать тебя, батюшка, помнить про меня будешь. Заплакал тогда Арефий. И Илья заплакал. Не было никого на лесах под куполом, только седой Саваоф сидел на облаках славы. — Сказал Арефий. — Да что ж ты, голубок, сделал-то? — Ты меня, самоличного, в преподобного вообразил. — Грешникать, о господи! Ничего не сказал Илья. Все было писано по уставу, ликописание схима, церковка с главками и пещерка у ног преподобного. Все вызнал Илья от Арефия, какое уставное ликописание его ангела. Только лик взял Илья от Арефия. Розовые скульцы, красные сияющие лучиками глаза и седую реденькую бородку. — Показал мастерам Арефий. Посмеялись. — Живой Арефий! — То портрет церковный, — раздумчиво сказал Арефий. — Не с нами тебе, Илья. Плавать тебе по большому морю. Путь их лежал на муром, и пошли они на Липунова лесом. Всю дорогу шел Илья по кустам, набирал для Арефия малину, переживая тяжелый разлук. В слезах говорил Арефий, — Господи, великую радость являешь человек. Не могу уйти. Пойду, Илья, сказать твоему барину, не могу тебя так оставить. — Уехал далече барин, — сказал Илья. А когда показалось над проточком высокое Липунова с прудами и барским домом, ухватился Илья за Арефия и заплакал в голос. Постояли минутку молча и сказал Арефий, — Плавать бы тебе, Илья, по большому морю. И разошлись. И никогда больше не встретились. Ушли мастера на муром. Глава пятая Осенью воротился со степей барин и привез лису черно-бурую девку-цыганку. Прогнал с глаз встретившую его Соньку Сафо и приказал всем почитать цыганку за барыню, называть Зоя Александна. Была та Зойка-цыганка вертлявая, худящая, как оса, и злая. Когда злилась, гиккала по всему дому, визжала по кошачьи и лупила по щекам девок. Вытрясла из сундуков старые шали, шелка и бархаты, раскидала по всему дому, даже на стены вешала. Загоняла старую ключницу, фефелиху, вазами возили из города и сукны, и штоф, и парчу, и всякие наряды, а Зойка валялась по полу в лентах и вызванивала на гитаре. Дивились люди, что даже барина по щекам лупит, а поила. Тут пришла на Илью напасть. Велел барин при столе стоять в полном параде. Надел Илья красный камзол, парик с косицей, зеленые чулки и туфли с пряжками, и кисейный галстук. Увидала его цыганка и закатилась смехом. «Маркистов Шивый!» И барин стал звать и дворовые, и даже мальчишки на деревне кричали. «Маркистов Шивый!» Было Илья обидно непонятное слово. Днями сидел он в Лакейской и плакал втайне, вспоминая о Рефе. Тут пришло на него горшее искушение. Уехал барин на медвежью охоту на целую неделю. Садилась Зойка за стол одна в красных шалях, пила стаканами ренское вино. Упилась раз до злости, обожгла Илью черными глазами и приказала пить за ее здоровье. Никогда не пил Илья вина, греха боялся. А тут поскидала с себя Зойка красные шали, оголилась до пояса, подтянула под темные груди алую ленту с нанизанными червонцами и уставилась на Илью глазищами. Опустил Илья глаза в пол от искушения, а она притянула его за руку к себе и заворожила глазами змеями. Поглядел Илья на ее жаркие губы и убежал в страхе от соблазна, а она смеялась. Понял тогда Илья, что посланы ему искушения, помолился страстям Господним и укрепился. После обеда повалил снег. Зашумела на дворе миттелюга. Тогда крикнула Илья Зойк, «Топить самый большой камин, львиную пасть!» Приказала ему сидеть при огне неотлучно и замкнула его в опочивальной. Понял тогда Илья, что идет на него новое искушение, стал на колени и помолился Иоанну Киевскому. «И слышат, ступай!» Феолиха в баню! Иоанн Киевский, варяг, мученик Киевский, вместе со своим отцом, Феодором убит толпой язычников, когда Феодор отказался отдать Иоанна для принесения его в жертву Перуну. Вошла Зойка в опочивальную, а двери замкнуло. Стало в опочивальной жарко. Тогда выбежала Зойка из-за ширмы, босая и обнаженная, ухватила Илью сзади за шею и потребовала иметь с ней грех. Но совладал Илья с искушением. Схватил горящую головешку и ткнул ее в голую грудь блудниц. Слышал только виск неистовый, похожий на кошачий, и уже ничего не помнил. Очнулся и видит. Сидит он в своей коморке на тюфике, а на дворе ночь черная и шумит метилюга. Пришла старая Фефелиха и смеется. Змея-то наш спьяну на головешку упала, аж глаз. Не сказал Илья про искушение. Не трогала его с той поры Зойка. А на Масленице повез барин Зойку в Киев на ярмарку, а воротился один. Пропала она без вести. Понял тогда Илья, что послана была ему Зойка-цыганка для искушения ему и барину. Стал после того барин тихий. Даже на охоту перестал ездить. А приказал открыть большой шкаф с книгами. Не помнил Илья, когда его открывали. И стал читать с утра до вечера. Стал читать и Илья, и читал с охотой, и узнал много нового о жизни и людях. И вдруг барин совсем переменился. Призвал Гришку потлатого портного и велел шить на него власеницу. Не знал Гришка, какая бывает власеница, и шил он халат из колючего войлока. Надел барин халат на голое тело и подпоясался веревкой. Сказал Илье, надо спасать душу. Тогда попросил Илья, чтобы дозволил барин и ему надеть власеницу. И стали они вместе вести подвижническую жизнь. Будил барин по ночам Илью и наказывал читать псалтырь. А сам становился на колени, на горку крупы с солью и стоял до утра. Недели две так молился барин, радовался Илья. И переменилось вдруг. Ночью было. Читал Илья из псалма любимая «Аще возьму крылья моя рано и вселюся в последних моря». Как барин крикнет «Стой, Маркиз! Буди всех! Зови сюда певчих девок!» «Аще возьму крылья!» Псалом Давида Псалтырь Песнь 138 «Господи, ты испытал меня и знаешь!» Понял Илья, что это барину искушение и продолжал «И там, обо, рука твоя!» Но еще пуще закричал барин, тогда разбудил Илья певчих девок, собрались девки в белых покрывалах, как бывало, сафо ходила и запели сонными голосами любимую баринову Венеру. Един младохотник в поле отыжает, в островах Лавровых нечто примечает, Венера, Венера, нечто примечает». Не дал им кончить барин, приказал выдать сушеного чернослива и спать ложиться. Сказал «А постыли ли вы мне головы утячьи? Не умеете жизни радоваться? И мне через вас радости нет. Уеду от вас на край свет, а с собой Илюшку возьму за коммердинера, сшить ему камзол серый с золотыми пуговицами, и пошли все вон». Пошел Илья в свою коморку при Лакейской под лестницей. И уж взял было икону мученика Терентия отцу дописывать, по ночам втайне работал. Отворилась дверь и спросил барин «Это что такое? Огонь горит!» Мученик Терентий, римский житель Терентий, погиб во время гонения на христиан императора Диоклетиана вместе с женой и семью детьми за исповедание христианства и нежелание принести жертву идолам. Тогда в страхе признался Илья в слабости своей. Сказал, что по ночам только трудится, а днем выполняет положенное. Взял барин иконку, увидал, что похож мученик на маляра Терешку и сказал, подняв руки, «Ты дурак и не понимаешь, что ты гений». «Но ты негодяй за то, что у святого мученика Терентия Терешку-пьяницу произвел». Потребовал показать, что еще написано. Зойку-цыганку признал на листе на стенке, в пещере она лежала, как Мария Египетская, сорвал со стенки и под волосиницу спрятал. Признал и себя. Сидел в золотой короне на высоком троне, вскричал грозно, «Я в короне!» Затрепетал Илья и пал на колени, прося прощения. Но не рассердился барин, дал поцеловать руку и сказал милостиво, «Перст Божий меня привел». «Значит, должен я тебя повезти в науку. Петр Великий посылал дураков за море учиться. Вот и я тебя повезу. Пусть знают, какие у нас русские гении, даже из рабов. Спи и не страшись наказания». И обрадовался Илья, что так обернулось. Потому что хотел он написать «Диоклетиана-гонителя» и «Мучеников», а не успел написать и имя рек не вывел. Глава шестая Весна пришла, а все готовили барина в дальнюю дорогу. Налаживали кузнецы и каретники дорожную раскидную коляску. И спать, и принимать пищу, и всячески прохлаждаться можно было в той раскидной коляске, потому и называлась она «Ладно». Отпели Пасху. Полный расцвет весны был. Забелела черемхой кругом пруда. Прощался Илья со всеми. И на пруду посидел, и с лошадьми попрощался. Сбегал на скотный двор к тетке поплакать перед разлукой. Утешала его тетка Агафья «Барская воля, покоришься!» Творожку в узелочке дала ему на дальнюю дорогу, и меди пятак на свечку угоднику Миколе. В дальних краях мощи его нетленно почивают. Кто и укажет, может. У отца попросил благословения и со слезами простился. Тяжко больной другой месяц лежал маляр Терешка. Отнялись у него ноги. Заплакал Терешка. Никогда раньше не видал Илья, как отец плачет. Всегда смеялся. И с передошки повару поклонился в ноги, благодарил за ласку. Давал ему с передоша барские кусочки. Сбегал и на погост к Каплюге. Сказал ему Каплюга. Есть в городе всесветном именуемом Рымгород самый главный собор и сидит в том соборе Папа Рымский за Христа почитаемый. Всем велит целовать ногу. Ту ногу не целуй, смотри. Дал ему Каплюга четвертак серебряный на свечу Петрову гробу. Сказал, кто Петрову гробу свечу поставить, в рай попадет. За грамоту мою служи. Сбегал и в монастырь Илья. Обернул за ночь. Горячо помолился в утренне. А как бежал обратно лесной дорогой, простился с лесом. Новым показался ему тот лес. В новых иглах, в белой калине, в весело зеленевшем орешнике. Соловьи заревые щелкали по оврагам. И соловьям говорил прощайте. И ключ кукадушки в лагу. И ястребом в небе. И будто слышал Илья, как говорит ему лес, воротишься. Приказал барин служить в церкви молебен в путь шествующим. Согнал бурмистер Козутоп Иванович на проводы всю деревню. После молебна объявил барин мужикам, что не для радости какой едет, а от великой скорби. Скучно ему глядеть на темную жизнь, никогда веселого лица не видит. Врачусь, новую церковь просторную выведут для вас. А вот обучу там Илью, он и распишет. Будете веселей молиться. Взял в дорогу, чтобы не скучно было, глупенькую Софо Соньку. Приказал надеть цыганкино платье и зеленую тальму. И поехали провожаемые верховыми до Большого тракта. Пошли чужие селы и деревни, и леса, и города большие и малые. Новое и радостно было Илье все это. Налетали ливни и грозы, жарило солнце и обсушивало ветрами. Дни и ночи смотрел Илья свалково-местечко на козлах, радовался. Не случилось в пути до самой границы никакого лиха. И отпустил домой барин селача Шорник Панфила с пистолетом свою охрану. Одно случилось, сильно опечалившая Илью. У самой границы пропала Софо, как камень в воду. Пошла в городке покупать барину чулки шерстяные необыкновенные, проезжие все хвалили. Повел ее старый поляк Деляга и пропала. Три дня простояли в том городке, у городничего жили, все места непотребные обыскали. — Пропала Софо, как в воду камень. Сказал барин, туда ей дорога шельме, так и знал, какая у ней повадка. Поплакал Илья на своем местечке, а потом вспомнил, как перешептывался Софо, Панфил Шорник, как он же сыскал и того поляка Делягу, и подумал, может, ушли в немецкую землю. Не сказал барину, может, там лучше будет. Глава седьмая Четыре года прошло, и были эти четыре года, как сон светлый. Затерялась в нем далекая Липуновка. Снились, были новая земля и новое небо. А светлее всего была давшаяся нежданно воля «Иди, куда манит глаз». Море видел Илья, синее земное око, горы земную грудь и всесветный город, который называют Вечный. Новых людей увидел и полюбил Илья. Чужие они были и близкие. Радостным, несказанным раскинулся перед ним мир Божий, простор бескрайний. И новые над ним звезды, и цветы, и деревья, все было новое, и новое надо всем солнце. Чуждое было, незнаемое, и свое. Прилепилась к нему душа. Даже и своего Арефия снова нашел Илья, седенького, быстрого, с такими же розовыми скульцами и глазами-лучиками, только свой Арефий хлопал себя по бедрам и восклицал с распевом «Да голубь ты мой!» А этот хватал за плечо и вскрикивал «Браво, русский ля!» Взлет души и взмах ее вольных крыльев познал Илья и неиспеваемую сладость жизни. Изливалась она, играла, и в свете нового солнца, и в сладостных звуках церковного органа, и в белых лилиях, и в неслыханном перезвоне колоколов. Переливалась в его глазах со стен соборов, с белых гробниц, с бесценных полотен сокровищниц. Новые имена узнал и полюбил Илья, Леонардо и Микеланджело, Тициана и Рубенса, Рафаэля и Тинторетт. Камни старые узнал и полюбил Илья, и приросли они к его молодому сердцу. Тинторетто, настоящая фамилия Робусти, Якупо, 1518-1594, итальянский живописец, представитель позднего возрождения. Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, выразители высокого возрождения. Год учился он в городе Дрездене, у русского рисовальщика Ивана Михайловича. Непонятно было Илья, так довольный был человек Иван Михайлович и сильно скучал по родине, а ехать не мог. Обласкал его этот человек, как родного, говорил часто, помни, Илья, народ породил тебя, народу и послужить должен, сердце свое слушай. Не понимал Илья, как народу послужить может, а потом понял, послужить работой. Прошел год. Сказал Илье рисовальщик, больше тебе от меня нечего взять, Илья. Велико твое дарование, а сердце лежит к духовному. Так и напишу владетелю твоему, а совет мой тебе такой, наплюй на своего владетеля, стань вольным. Тогда сказал ему Илья, удивленный, если я уйду тайно от барина, как могу я воротиться на родину и послужить своему народу, скитаться мне тогда, как бродяги? Я на дело повезен баринам, обучусь, распишу церковь, вот и послужу родному месту. Определил его тогда барин в живописную мастерскую в городе Риме к ватиканскому мастеру Терминелли. Работал у него Илья три года. Был он красивый юноша и нежный сердцем, и все товарищи любили его. Были они парни веселые и не любили сидеть на месте. Прозвали они Илью Франчулла, что значит по-русски девочка, и насильно водили его в трактиры и на танцы, где собирались красивые черноглазые девушки. Но он не пил Илья красного вина и не провожал девушек. Дивились на него товарищи, а девушки обижались. Только одна из них, продававшая цветы у собора, тихая, маленькая, люческа, была по сердцу. Но не посмел Илья сказать ей. Но однажды попросил ее посидеть минутку и угольком нанес на бумагу. Посмеялись над ним товарищи. Все равно она у него и так живая. Спрашивали Илью, кто ты, Илья, и кто у тебя отец в твоей холодной России. Стыдно было Илье сказать правду, и он говорил глухо, мой отец-моляр, служит у барина. И еще стыднее было ему, что говорит неправду. А они были все вольные и загадывали, как будут устраивать жизнь свою. Спрашивали Илью, а ты, Илья, в Россию свою поедешь? Он говорил глухо, да, поеду. На третьем году написал Илья церковную картину по заказу от господина кардинала. Хлопнул его по плечу Терминелли, сказал, это святая Цицилия, не хуже Ватиканской, она лучше, Илья, она святая. Нет, ты не раб, Илья. Святая Цицилия, Кикилия, христианская мученица, родилась в римской патрицианской семье, в ранней молодости тайно была обращена в христианство и дала обет девственности. Родители желали выдать ее замуж за язычника Валерия, но она обратила в христианство и его и склонила чтить обет, претерпела мученическую смерть. Согласно преданию, помещена в раскаленную баню. Поник головой Илья, стало ему от того слова больно. Понял его старый Терминелли, затрепал по плечу, заторопился. Я хотел сказать, что ты не берешь от других, ты сам. А потом видел Илья, как отсылали картину кардиналу, а в правом уголку стояла черная подпись Терминелли. К концу третьего года стал Терминелли давать Илье выгодную работу, расписывать потолки и стены на подгородных виллах. Триста лир заработал он у виноторговца за одну неделю и еще двести у мясника, которому написал Мадонну. Горячо хвалили его работу и сказал Терминелли, ты готовый. Теперь можешь ставить на работе свое имя. Не езди, Илья, в Россию, там дикари, они ничего не понимают, сказал Илья, потому я и хочу ехать. Сказал удивленный Терминелли, здесь ты будешь богатый, а там тебя могут убить кнутом, как раба. Тогда посмотрел Илья на Терминелли и сказал сердцем, да, могут, но там, если я напишу святую Цицилию, будут радоваться, и рука не поднимется на меня с кнутом, а на работе будет стоять мое имя, Илья Шаронов. Понял Терминелли и устыдился. Дал Илье пятьсот лир, но Илья не взял. Сказал Терминелли, вот ты раба гордый, трудно тебе будет у твоего господина, оставайся, я дам тебе самую большую плату. Но не хотел никакой платы Илья, томила его тоска по родному. Все радостное и светлое было в теплом краю, где он жил. Грубого слова, окрика не услыхал он за эти три года, ни одной слезы не видал и думал, счастливая сторона какая. Песен веселых много послушал он, пели на улицах и на площадях, и на деревенских дорогах, и по садам, и в полях, везде пели. А были дни праздников, тогда и пели, и кидались цветами. А за крестным ходом, видел Илья не раз, выпускали голубей чистых и жгли огни с выстрелами, радовались. Но еще больше тянула душа на родину. Многое множество цветов было кругом. Белые и розовые сады видел Илья весною. И лилии белые, тихие цветы мучеников, и маленькие фиалки, и душистая белая акация, миндали персик, пахучие сладкие цветы апельсинных и лимонных деревьев и еще многое множество роз всякого цвета. Но весной до тоски тянула душа на родину. Помнил Илья тихие яблочные сады по весне, милую калину, как снегом заметенные черемухи и убранные ягодами раскидистые рябины. Помнил синие колокольчики на лесных полянах, восковые свечки ладанной любки, малиновые глазки звездочки липкой смоленики и душистые георгины, которыми убирают животворящий крест. И снеговые сугробы помнил в южные пути и ледяные навесы в соснах. Помнил гул осенних лесов, виск и скрип санной в полях и звонкие игулки, как колокол голос мороза в бревнах, весенние грозы в светлых полях и ласковую, милую с детства радугу. Бедную церковь видел Илья за тысячи верст, и не манили его богатые в небо тянувшиеся соборы. Закутку в церкви своей помнил Илья, побитую жестяную купель и выцелованные понизу дощатые иконы в полинялых лентах. Сумрачные лица смотрели за тысячи верст, лохматые головы не уходили из памяти. Ночью просыпался Илья после родного сна и тосковал в одиноких думах. Два письма получил он от барина, требовал барин на работу. Тогда заколебался Илья. Новая душа у него теперь. Не сможет терпеть, что терпел и что терпят другие темные. Откладывал день отъезда. Да еще раз позвал его старый терминелли и смутил богатой работой. Звал его на княжескую виллу работать в паре, сказал строго. Ты, Илья, человек неблагодарный. Твою работу будет видеть король неаполитанский. Ты сумасшедший парень русский, Илья. Я положу тебе тысячу лир в месяц. Подумай, придет время, и я даю тебе слово, будешь писать портрет самого святейшего отца папы. Честь этого подает редко. Смутилась душа Ильи, и сказал он, дайте подумаю. Тут случилось сон, увидал Илья. Увидал высоковладычный монастырь с садами, будто смотрел с горы от леса. Выходит народ из монастыря с хоругвями. Тогда спустился Илья с горы и пошел с народом и пел пасхальное. Потом за старой иконной прошел в собор и не стало народу. И увидел Илья с трепетом голые стены, сосыпающиеся на глазах и звездкой, кучи мусора на земле и гнезда икон, мерзость и запустение. Заплакал Илья и сказал в горе «Господи, кто же это?» но не получил ответ. Тогда поднял он лицо свое к Богу Саваофу и увидел на зыбкой дощечке незнаемого старца с кистью. Спросил его «Кто так надругался над святыней?» сказал старец иди Илья «Не надругался никто а новую роспись сделаем по слову Господню». Тогда подумал Илья что надо взять кисти и палитру и сказать что надо арефия на работу а то мало и запел радостно «Красуйся, ликуй и радуйся». И проснулся слышал просыпаясь как пел со слезами и мокры были глаза его сказал твердо домой поеду было это мне в разумление и отказался от почетной работы А вечером пошел в маленькую старенькую церковку на окраине у мутного Тибра чем-то она была похожа на его родную церковь часто выстаивал он там вечерню и любовался на стенной писания последнее воскресенье стоял перед богоматерью в нише тоскующий и смятенный и вопрошал надо ли ему ехать и услыхал восклицание пакс в обиску слово это мир вам и принял его Илья как отпуск а как вышел из церкви увидал хроменького старичка с ведерком и кистью вспомнил отца и подумал это мне указание собрал нажитое что было и в конце марта месяца стояла весна цветущая тронулся в путь дорогу на корабле вспомнил слова Арефия плавать тебе Илья по большому морю и укрепился глава восьмая в торговом городе который называется Генуя сел Илья на большой корабль в парусах было у него имя Летеция значило это имя радость и в этом имени добрый знак уразумел Илья товар радостный вез тот корабль цветное венецианское стекло тонкие кружева бархат и шелк инжир и сладкие финики и целые горы ящиков с душистыми апельсинами черные греки и веселые итальянцы были на нем корабельщики и пели песни радовались что счастливый ветер полными парусами набирал корабль ветер белый раздутый грудью только шипели волны сидел все дни на носу Илья любовался морем ловил глазами во многие гавани заходил корабль чтобы взять товары коринку миндаль бочки вина и пузатые кипы шерсти радовался на все Илья и думал сколько всего на свете сколько всяких людей и товаров как звезд на небе сколько радости на земле думал не случись доброго Арефия и не знал бы в радости светлой плыл он морями под теплым солнцем и как в духовной работе напевал незабываемое красуйся ликуй и радуйся Иерусалим У берегов греческих поднялась черная буря и стала швырять корабль но не испугался Илья как равный стал помогать корабельщикам свертывать паруса и тянуть канат работал и не заметил как пронесло бурю и опять засияло солнце усталый уснул Илья на горке сырых канатов и видел сон едет он на корабле мимо зеленого острова стоит на носу у якоря и видит плывут от острова к кораблю лодки под косыми красными парусами а в лодках народ всякий стали подходить лодки и увидал Илья что не греки и не итальянцы а свои лепуновские все спередош к повар панфил шорник конюх андрон бурмистер козутоп Иванович и другие плывут и машут тогда закричал Илья чтобы опускали якорь загрохотал якорь шорник ремесленник делающий шоры конские сбруи проснулся Илья и слышит что опускают якорь пришел корабль в незнакомый город раздумался о своем сне Илья какую картину видел к чему бы это вышел на пристань смотрел как турки в красных обвязках по голове таскали на корабль ящики с табаком и бочонки с оливковым маслом подивился их силе поразил его огромный турок в феске с кисточкой с волосатыми руками по три ящика взваливал себе на спину тот турок и весело посмеивался зубами был он за старшого показалось Илья ходил в голове всей цепи и задрожало у Ильи сердце крикнул он не помня себя от радости панфил панфил шорник нес силач турок на спине груду ящиков услыхал голос выпрямился в свой рост полетели ящики на землю и разбились о камни посыпался из них сухой чернослив и синий изюм кувшинный радостно нежданная была та встреча сказал панфил что ушел тогда из России к православным болгарам работал на кукурузе а вот другой год у турок товары грузит все лучше чем в господской власть и по ихнему говорить умеет и белого хлеба в волю спрашивал Илья про софо соньку не знал про нее панфил пожалел свели ее куда в дом веселый девок барских у нас много от хорошей жизни рассказал панфил что копит деньги возьмет землю в аренду и думает жениться сказал жить Илья везде можно лишь бы воля а ты сам в кабалу лезешь пообедал Илья с панфилом поел вареной баранины с чесноком и все удивился совсем стал панфил турком табак курит из бумажки и пьет кофе сказал панфил земля-то одна божья оставайся Илья выдадут тебе настоящий турецкий пачпорт вспомнил Илья про сон рассказал панфилу задумался панфил вот что и тятеньку видал значит может поди и помер скажи ему жив я отвези ему табаку настоящего турецкого вспомнил Илья панфилова отца старого кузнечного мастера Ивана силу стал жалеть старый Иван горюет заморгал панфил тронул кулаком глаз сказал глухо сам сны вижу ворочусь когда будет воля повел Илью на базар купил в подарок отцу теплую рубаху и медную трубку скажи что живу ладно не пьянствую а в кабалу не желаю пошел корабль дальше стало Илье грустно от этой нежданной встречи все думал в турках живет панфилы доволен и стало ему горько совсем черной показалась ему жизнь на которую добровольно едет и еще подумал нет это это все искушение мне вот и буря пугала вечером помолился Илья на западающее солнце и укрепился не было больше искушений 22 года исполнилось Илье когда вернулся он в Лепунова Глава 9 А в Лепунове за это время многое изменилось сломали старую церковь и возвели новую пошире вывели широкие и низкие куполы поставили малый крест и стала церковь похожа на каравай прежняя была лучше помер маляр терешка и кузнец Иван Сила сгорел от вина и горя тосковал по сыну некому было отдать гостинцы помер из передош к повару и конюх Андрон и еще многие рад был Илья что еще жива тетка Агафья жил теперь Илья на скотном дворе во флигельке на воле когда вернулся призвал его на крыльцо барин и удивился ну здравствуй Илья тебя и не узнаешь будто барин стал ты красивый малый ну спасибо похвалил привезенную в подарок картину припояса не апостола Петра давал за нее Илье триста лир содержатель таверны и приказал повесить в банкетной зале похвалил что справил себе Илья хорошую одежду сюртук табачного цвета с бархатными бачками жилет из голубого манчестера и серые клетчатые брюки теперь можешь показаться гостям с приятностью похвалил и за разумное поведение так и думал сопьется мой Илья с этими беспутными итальянцами а ты вон какой оказался будь покоен я твоих трудов не забуду стало мне твое обучение за тысячу серебра вот и распишешь церковь а там увидим обед велел собрать артельный еще как награду отпускать с барского стола сладкое кушанье привык небось к разным макаронам а самая большая перемена была что женился барин и другой год как родился у него наследник взял из вышата темного из рода господ вышатовых красавицу собиралась она после отцовой смерти в монастырь уйти а барин тут и посватался узнал Илья что молодая бароня тихая и ласковая никогда от нее плохого слова не слышит в своем вышатове дом отдала под стариков и сирот хоть и сердился барин рассказывали Илье что барин переменился стал совсем тихий и ходит за бароней по нитке все баловство бросил вот что рассказывали Илье про эту женитьбу в самый тот год как повез барин Илью в науку приехал зимой нежданно барин вышатов из Питера с дочкой Настасией Павловной и тут же наказал строго-настрого всем говорить что пустой стоит дом а его здесь нет и не было так целый год и таился ни сам никому не ездил ни к себе не пускал от всего хоронился все окошки познавешал все двери позаколотил и не выходил во двор даже и барышню никуда не допускал только выйдет она по саду прогуляться а он высунет голову в чердачок и кричит не своим голосом ой Настенька оборотись назад кругом дома высокий забор с гвоздями приказал поставить а на ворота тройные засовы с замчищами даже и в монастырь в самые большие праздники ни барышню не пускал ни сам не ездил хоть и совсем рядом а разбойников все опасался в окошке решетки железные вправил сам не доверил людям вот раз и приехал к нему капитан исправник по важному делу какие-то деньги платить барину требовалось стал настоятельно стучать в ворота а барин выскочил к нему с пистолетом встал на ворота и кричит можете убить меня а не отдам кровь доложите пославшему совсем как ума решился так и уехал капитан исправник не похлебал а барин вышатов всю ночь на пороге прокараулил и другую ночь все караулил у забора а к утру подняли его без памяти на крыльце так и отошел без памяти хоронили в монастыре барин лепунов все хлопты на себя принял и сироту утешал потом тетка приехала хотела к себе везти в город пензу а барин что ни день вышатого будто бы даже на коленях перед сиротой становился а в грудь кулаком бил вы говорит сирота и я сирота вот так сирота я говорит в пух вас буду пеленать покоить бундир свой военный вынул саблю повесил прямо и не узнать ну конечно тетка тут за него встала по-французски говорить принялся всех девок своих распустил книжки почал возить для барышни она будто все не хотела был слух что в питере сам великий князь к ней сватался но конечно ей как обидно а покорилась на четвертой неделе поста папенька помер а к покрову свадьбу справили видел Илья что переменился барин ходил уже не в халате а в бархатном сюртуке фраке малинового покроя и духами от него пахло когда надевал влосеницу приказал всех лебедей порезать это говорит язычники только лебедями занимаются теперь опять белые лебеди плавали на тихой воде прудов и кричали тоскливо в гулком парке жил Илья на скотном дворе во фригелечке не призывал его к себе барин ходил Илья смотреть церковь прикидывал план работы старый иконостас стоял в ней и смотрела она пустынно выбеленными стенами проверил Илья штукатурку хорошо гладко положено ни бугорков ни морщинки только работой но не призывал барин стали посмеиваться над Ильей люди говорили ишь ты барин подольстился к барину бока належивает морду себе нагуливает моркиз вшивый мы тут сто потов спустили а он по морям катался картинками занимался заходили к Илье оглядывали стены картинками занимаешься ишь долю себе какую вымолил в господа что ли выходишь просись вольную тебе даст барин говорил им Илья затаив горечь обучался я там чтобы расписать для вас церковь вот буду для барина а для нас из старой было довольно нет для вас для вас только и работал для вас вернулся говорил Илья с сердцем остался бы там не слыхал бы обидных слов ваших не верили ему люди захаживала к нему старая Агафья тетка сокрушалась лучше бы ты Илюшечка там остался а то что ж ты теперь не богу свечка не этому кочережка смеются на тебя и девки на какое же положение выходит молчал Илья принимался рассказывать старой Агафье про разные чудеса не верила Агафья сердились на Илью девки и не смотрит намекал бурмистер козутоп тетке что по сердцу он его дочке выхлоп что барина возьмет к себе в дом зятем слыхал бурмистер от самого барина что теперь большие деньги может заработать Илья иконами и на это молчал Илья надевал свою шляпу итальянку ходил в парке садился на берегу вспоминал прошлое а все не призывал барин тогда пошел Илья к барину доложился через обученного коммердинера Стефана вышел на крыльцо барин сказал что забыл про церковную работу осмотришь церковь и изобразишь план работ потом доложишь подал Илья барину план работ повертел барин план работ и сказал чтобы пустил Илья под куполом к престолу Господню впереди великомученицу Анастасию а не первомученика Стефана похвалил что не забыл Илья преподобному Сергию положить видное место Сергий был его ангел и сказал теперь зная работой и встал на работу великомученица Анастасия богатая римлянка воспитанная в христианстве которая 28 декабря 303 года в числе других гонимых диоклетианам христиан предана сожжению Стефан архидиакон и первомученик христианской церкви избранный в числе первых семи диаконов в Иерусалиме он проповедовал Евангелие и вел прения о вере в синагогах фанатики добились его осуждения на смерть Стефан был забит камнями преподобный Сергий Сергий Радонежский около 1321 1391 основатель и игумен троицы сергиево монастыря благословивший Дмитрия Московского на битву с ордами Мамая канонизирован православной церковью Глава 10 Прошло лето пошли осенние холода с дождями задымились риги ударили морозы и стала промерзать церковь пошел Илья доложиться что не имеют пальцы и надо топить церковь а то портит инии живописную работу стали прогревать церковь служили службы мало кто смотрел на обставленные лесами стены часто наведывался каплюга пощелкивал языком хвалил по-новому Илья пишешь красиво а строгости то нету говорил Илья старое было строгое радовать хочу вас вот и пишу веселых а будет и строгое будет обижался и каплюга гордый стал Илья иной раз даже и не ответит заходил и барин глядел написанное говорил важно самая итальянская работа ты Илья над Анастасией особо постарайся для барани для всех стараюсь говорил Илья не оборачиваясь в работе строго посмотрел барин и повторил строго я тебе говорю про Анастасию не ответил Илья стиснул зубы и еще быстрее заработал пожал барин плечами я тебе глухому говорю еще раз про Анастасию тут швырнул кисть Илья в ящик и сказал я пишу и пишу по своей воле если моя работа не нравится сударь заставьте писать другого а великомученицу Анастасию я напишу как знаю резко и твердо сказал Илья и твердо взглянул на барина усмехнулся барин сказал по особенному научился говорить вольно сказал Илья в работе своей я волен волей своей вернулся волей и работать буду прикажите бросить работу продолжай сказал барин и не приходил больше другое другое Илья бессменно. Пришла и прошла весна, переломилось лето. И к Ильину дню престолу окончил Илья живописную работу. Пришел на крыльцо, сказал коммердинеру Стефану, доложи, что работу кончил. Верел сказать ему, барин, придем завтра посмотрим. В церковь пошел Илья, разобрал под мостки, встал на самую середину и любовно оглядел стены. Сказала ему душа, радуйся и Иерусалиме. И сказал еще, плавать бы тебе, Илья, по большому морю. Не было ни души в церкви. Был тогда тихий вечер, и стрижи кружились у церкви, сказал Илья, кончена работа. И стало ему грустно. В цветах и винограде глядели со стен кроткие Алексей, человек Божий, и убогий Лазарь. Сторожили оружием Михаил-архангел с мечом, Георгий с копьем и со щитом благоверный Александр Невский. Водружали крест веры и письмена давали слепым Кирилл и Мефодий. Вдохновенно читали писания Иван Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий. Глядели и звали лаской Сергий Исавва, а грозный Илья Мужицкий на высоте молниями гремел в тучах. Шли под широким куполом к лучезарному престолу Господа святые мученики, мужи и жены, многое множество ступали по белым лилиям под золотым виноградом. Алексей, человек Божий, сын знатного римлянина Ефрео Вана, шестой век, прожив долгое время в пустыне, вернулся в отчий дом и, неузнанный, претерпевая притеснение домашних, продолжал творить добрые дела, канонизирован христианской церковью. Лазарь, убогий, персонаж евангельской притчи, образ бедности, получивший награду от Бога в загробной жизни. Михаил, архангел, великий ангел в христианской религии, архистратик, предводитель небесного воинства, в последней борьбе против сил зла. Георгий, победоносец, воин-мученик, драконоборец, в христианской религии, покровитель христолюбивого воинства. Александр Невский, 1220-1263, князь Новгородский, в 1236-51 годах, великий князь Владимирский, с 1252 года победитель шведов и немецких рыцарей, канонизирован русской православной церковью. Кирилл и Мефодий, братья славянские просветители, создатели славянской азбуки. Кирилл, около 827-869, до принятия в 869 году монашества Константин и Мефодий, около 815-885, объявленные православной церковью святыми. Иван Иоанн Златоуст, около 350-407, византийский государственный деятель, епископ Константинополя, с 398 года, представитель греческого церковного красноречия, автор проповеди, панигириков, псалмов. Григорий Богослов, Назианзин, около 330-390, греческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель, епископ города Назианзина, Малая Азия. Василий Великий, кесарийский, около 330-379, церковный деятель, теолог, философ-платоник, епископ города Кесария, Малая Азия. Савва Звенигородский умер в 1406 году, ученик Сергия Радонежского, основал близ горы Старожевской, Звенигород-монастырь, где был настоятелем 30 лет, канонизирован православной церковью. Смотрел Илья, и больше радовалась душа его. А над входом и по краям его, во всю стену, написал Илья страшный последний суд, как в полюбившейся ему церковке у Тибра. Шли в цепях сильные мира к смерти, а со светильниками свечами, под золотым виноградом, радостно грядущие в жизнь вечную. Шли голые босы, блаженные, страстотерпцы, нищие духом, плакавшие и смиренные. Шли они в разноязычной толпе, несметной и затерявшейся в веренице светлой, ведомые Илье и Маляр Терешка, и Спиридоша Повар, и утонувший в выгребной яме Архипко Плотник, и Кривая Любка, и глупенькая Софо Сонька, и живописный мастер Арефий, многое множество. Смотрел Илья, еще больше радовалась душа его, и не было полной радости. Знал сокровенно он, нет живого огня, что радостно опаляет и возносит душу. Перебирал всю работу и не мог вспомнить, чтобы полыхало сердце. И чем дольше смотрел Илья, сильней тосковала душа его. Да где же сгорающая в великом огне душа? И думал в подымающейся тоске, уже ли для этого только покинул волю? Всю ночь без сна провел он, на жесткой койке у себя на скотном, и томили его сомнения. Говорило сердце, не для этой же работы воротился. На ранней заре поднялся Илья и пошел в церковь. Белый туман курился в низинах по проточку. Сел Илья на старый могильный камень, положил голову на руки и стал думать. Ну, теперь кончена положенная от барина работа. Для барина и работал. И вот как давно в яблочном монастырском саду, в охватившей его тяжкой дремоте, сверкнуло перед ним яркой до боли пеной или кипящей водой на мельнице. Миг один, вскинул Илья глазами, и в страхе и радости, несказанной, узнал глянувшие в него глаза. Были они в полнеба, светлые, как лучи зари, радостно опаляющие душ. Таких ни у кого не бывает. На миг блеснули они тихой зорницы и погасли. В трепете поднялся Илья. Смотрел сквозь слезы в розовеющее над туманом небо. В потерянную радость. Господи, Твою красоту видел! Понял тогда Илья. Все, что вливалось в его глаза и душу, что обрадовало его во дни жизни, вот красота Господня. Чуял Илья. Все, чего и не видели глаза его, но что есть и вовеки будет, вот красота Господня. В прозрачном и чутком сне, видел он, перекинулась радуга во все небо. Плыли в эти небесные ворота корабли под красными парусами, шумели морские бури, мерцали негасимые лампады звезды, сверкали снега на неприступных горах, золотые кресты светились над лесными вершинами, грозы гремели. И наплывали из ушедших дали звуки величественного хорала. И белые лилии в далеких садах, и тихие яблочные сады, облитые солнцем, и радость святой Цицилии, покинутой за морями. В этот блеснувший миг понял Илья трепетным сердцем, как неистащимо богат он и какую имеет силу. Почуял сердцем, что придет, должно прийти то, что радостно опаляет душ. Глава одиннадцатая Выше подымалось солнце. Тогда пошел Илья и надел чистую рубаху, показывать господам работу. Пришел в церковь, и показалось ему, что сегодня праздник. Вышел на погосту церкви, увидал синий цикорий на могиле и посадил в петлицу. Вспомнил, как сдавал на виллах свою работу. В самый полдень пришли господа осмотреть церковь. В белом платье была новая госпожа. В первый раз видел ее Илья так близко. Юный и чистый, от раковицы показалась она ему. Белой невестой стояла она посреди церкви с полевыми цветами. Радостный и смущенный смотрел Илья на ее маленькие ножки в белых туфлях. Привык видеть только святые лики. Смотрел на нее Илья и слышал, как бьется сердце. Спросила она его, осветив глазами, — а кто это? — сказал Илья, оглядывая купол. — Велика мученица Анастасия Рымляныня, именуемая Прекрасная, показана в великом кругу мучений. Она сказала, — это мой ангел. И он ее вдруг увидел. Увидел всю нежную красоту ее, радостные глаза звезды, несбыточные, которых ни у кого нет, кроткие черты девственного лица, напомнившие ему его святую Цицилию, совсем розовый рот, детский полуоткрытый и милое платье, падающее прямыми складками. Он стоял как в очаровании, не слышал, как спрашивает барин, — а почему перед первоучителями все слепые? Не Илья, а она сказала, — ведь они совсем темные, они еще ничего не знают. Спросил барин, — а почему у тебя, Илья, в рай идут больше убогие? — А ведь правда, — сказала она и осветила глазами. Показалось Илье, что она смотрит ласково, будто сама сказать хочет. Тогда прошло онемение, будто путы спали с Ильи, и сказал он вольно. По священному писанию так. Легче верблюду пройти и блаженне нищие духом. Так трактовали. Карпаччо. Но перебил барин, знаю. А она сказала опять, сияя, — мне это нравится. И нравится вся работа. Легче верблюду пройти и блаженны нищие духом слова Христа. Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. Карпаччо, Виттори, около 1455-1526, итальянский живописец, представитель Венецианской школы раннего возрождения, трактовал религиозные события как сцены современной жизни. Как тихие голоса в органе был ее голос, как самая нежная музыка, которую когда-либо слышал Илья, были ее слова. Он, словно поднятый от земли, смотрел на это неземное лицо, лицо еще никем не написанной Мадонны, на ее неопределимые глаза, льющие радостное, казалось ему сияние. Он не мог теперь отвести взгляда, все забыв, не слыша, что барин уже другой раз спрашивает, а почему у Ильи пророка одежда, как у последнего нищего? Сказал Илья накрикливый голос. Пророки не собирали себе сокровища на земле. Сказано в книге пророка, и опять перебил барин. Знаю. — Все здесь говорит сердцу, — сказала она и осветила глазами. — Вас благодарить надо. Поклонился Илья стыдливо. Были ее слова великой ему наградой. Сказал барин. — Да, спасибо, Илья. Оправдал ты мое доверие. И повел барыню. Стоял Илья, как во сне. Затих затаился. Смотрел на то место, где стояла она, вся светлая. Увидал на полу полевую гвоздичку, которую она держала в руке, и поднял радостно. И весь день ходил, как во сне, нездешний. О ней думал. О госпоже своей светлой. Весь этот будто праздничный день не находил себе мест. Выходил на крылечко. Смотрел вдоль аллеи парка. Зашел Коплюга. — Ты че, Илья, ночь такой веселый? Похвалили твою работу? — Да, — сказал Илья, — похвалили. — Вольную должны дать тебя за такой подвиг, — сказал Коплюга. Не слыхал Илья. Думал о госпоже своей. А вечером пришел на скотный двор коммердинер и потребовал к барину. Велел барин в покое без докладу. В сладком трепете шел Илья. Боялся и радовался ее увидеть. Но барин сидел один, перекладывал на столе карты. Сказал барин. — Вот что Илья. Желает бариня икону своего ангела, великомученицы Анастасии. — Уж постарайся. — Постараюсь, — сказал Илья счастливый. Пошел не к себе. Обродил до глубокой ночи у тихих прудов. Смотрел на падающие звезды и думал об Анастасии. Анастасия, крадучись, подходил к барскому дому, смотрел на черные окна. Окликнул его Дема-караульщик. — Чего, маркись, ходишь? Ай, украсть чего хочешь? Не было обидно Илье. Взял он за плечи горбатого Дему. Потрес братски. И посмеялся, вспомнил. — Дема ты, Дема! Не все у тебя дома. На спине хорома. Постучал колотушкой. Отдал и поцеловал Дему в беззубый рот. Не сердись, Дема, братик. И пошел парком, не зная, что с собой делать. Опять к прудам вышел. Спугнул лебедей у каменного причала. Спали они, завернувшие. Поглядел, как размахнулись они в ночную воду. Ходил и ходил по росе. Отыскивал в опаленном сердце желанный облик великомученицы Анастасии. И нашел к утру. Глава двенадцатая Неделю горела душа Ильи, когда писал он образ великомученицы Анастасии. Неуставно писал, А дал ей белую лилию в ручку, как у святой Цицилии в Миланском соборе. Смотрела Анастасия, как живая. Дал ей Илья глаза далекого моря и снежный блеск белому покрову девства. Радостно Илья стала. Все дни смотрела она на него кротко. Зашли господа посмотреть работу. Удивился барин, что готова. Не смея взглянуть, подал Илья своей госпоже икону. — Как чудесно! — сказала она и по-детски сложила руки. Это чудо! Вбирал Илья в свою душу небывающие глаза звезды. Сказал барин, — Теперь вижу ты, Илья, мастер Заправский. Говори, что тебе дать в награду. Увидал Илья, как она на него смотрит, и сказал, — Больше ничего не надо. — Не понял, — барин спросил. — Не было от меня тебе никакой награды. А ты говоришь, чудак, больше не надо. Смотрел Илья на госпожу свою, на ее бледные маленькие руки. Все жилки принял в себя, все бледно-розовые ноготки на пальцах, и темные бархатные брови принял, темные радуги над бездонным морем, и синие звезды, которые не встречал ни на одной картине по галереям. Вливал в себя неземное, чего никогда не бывает в жизни. — Вы здесь и живете? — спросила она глазами. Поднял Илья глаза, сказал, — Да, здесь хорошо работать. Удивился на него барин, что это отвечает? А она осматривала почерневшие стены, свылезавшие паклей и повешенные работы. Увидала цветочницу, маленькую люческу, спросила, — А кто это? Какая миленькая девушка. Вспыхнул Илья под ее взглядом, сказал смущенно, — Так, цветы продавала у собора. Посмеялся барин. — Тихоня, она тоже? — Толкнула Илью в сердце. Не помня себя, рванул он холстик и подал ей. — Нравится вам? Возьмите барни. В первый раз назвал ее так. Потом, когда вспоминал все это, краснел, думал, не для нее это слово, для нее обида. Она посмотрела, будто залила светом. Оставьте у себя. Мне не надо. Все краски и все листы пересмотрела она. Увидала мученика, прекрасного юношу Себастьяна, в стрелах. Смотрела, будто молилась. По преданию, римский воин Себастьян за тайную принадлежность к христианству был подвергнут пытке. Легионеры стреляли в него из лука. Легенда послужила сюжетом многочисленных художественных полотен кисти Пьетро Перуджино, Тициана, Рибейры и других. И Илья молился при светлому, открывшемуся в ней лику. Говорила она пение, слышал он, обращала к нему глаза, сладостная мука томила душу Ильи. Ушла она, и осталась мука сильнее смерти. Упал Илья на колючий войлок, жесткое свое ложе, сдавил зубы и облился слезами. Говорил в стонах Господи, на великую муку послано мне испытание, знаю, не увижу покоя, и нет у меня жизни. Так пролежал до вечера в сладкой муке. А к вечеру пришли от двора двое, лукавый и казачок с пирько быстрый. И принесли деревянную кровать на кривых ножках, два стула, тюфяк из морской травы и пузатую этажерку. Сказал спирько, так, Илья Теренч, сама барыня приказала, а лукавый лука прибавил, у него, говорит, не комната, а конура собачья, плывет те счастья, Илья. Масля на коту настало. До мяконького добрался. Понежишься, гляди, подушку вырежешь с одеялом. Потрогали пальцами картинки, посмеялись над барином. Салтырем ты его зачитал, Илья. Образами накроешь. Не сказал им Илья ни одного слова. Остался стоять, закрыл руками лицо повторял мыслями «Сама барыня приказала». Смотрел в темноту ночи и видел ее светлую госпожу свою. Менялось ее лицо и смотрела из темноты великомученица прекрасная Анастасия. И она менялась, и светились несбыточные глаза, два солнца. В сладкой радости муки упал Илья на колени, припал губами к старому полу, где она стояла, и целовал доски. Всю ночь метался Илья по своей коморке, выходил на крыльцо, слушал, как стрекочет кругом кузнечики в деревьях, как оставшиеся за морем цикады. Спрашивал темноту тоску «Что же?» Стало светать. Взглянул Илья на присланную кровать, не лег. Жутко было ложиться, напосланное ею, будто совершить светотатство. Лег на войлок и заснул крепко. Проснулся, только-только подымалось за прудами солнце. Пошел на плотину, прошел дальше к проточку, пошел дальше по монастырской дороге, лесом шел пел. Охватывала его радостно тишь лесная. Отозвалось в светлом утре, в чвоканье и посвясти красногузах дятл и в гулком эхе разгульное. И запел Илья гулевую лесовую песню. Одную и вьюжина не берет, вьюжина да метелюга не метет. Радость неудержимая закрутила Илью. Бил он палкой по гулким соснам и пел, и по сторонам отзывалась гулка и далеко, ай, вьюга метелюга заметай. Кончился лес и увидал Илья белый монастырь над нырлей с золочеными главами-репами. Стал Илья на бугре и смотрел жадным берущим взглядом. На белый простен собора смотрел на полдень. Свистнул и пошел в монастырь. Сказал казначей, хочу расписать вам стену на полдень Георгия со змеем. Хлопочите у барина, а я хоть завтра. Обрадовалась казначея, знала, как благолепно расписал Илья церковь в Липунове. А через месяц молодой Георгий на белом коне победно разил поганого змея в броне с головой как бы человек. Дивно прекрасен был юный Георгий, не мужеского и не женского лика, а как ангел в образе человека с бледным ликом и синими глазами звездами. Так был прекрасен, что послушницы подолгу простаивали у той стены и стали видеть во сне. И пошло молвой по округе, что на монастырской стене живой Георгий и даже движет глазами. Глава тринадцатая Илья опять не стало у Ильи работы. Словно что потерявший, ходил он по аллеям парка в своей итальянской шляпе, смотрел на небо, на осыпающиеся листья, сквозило в парке и с ней забелел теперь длинный господский дом, где по вечерам играли на фортепьянах. Обходил Илья главную аллею. В красном закате плыли величавые лебеди, розово-золотые в солнце. Отзывался пустынный их крик в парке. Лебедей рисовал Илья и осенний остров, и всегда пустую липовую аллею с желтыми ворохами листьев. Каменные плотины, писал Илья, вверху и внизу с черными жерлами истоков. Все было обвейно печалью. С тоской думал Илья. Вот и зима идет, снегом завалит, и пойдут долгие ночи. Вот уже и птиц не стало, летят гуси за солнцем. Слушал, как посвистывают осенички синицы. Редко выпадало счастье, когда в барском доме играли на фортепьянах. Слышал Илья. Опять заскучал барин. Говорили, будто ездить начал на хутор, где жили на полотнянке девки, и не верил. Сидел раз Илья у каменного причала, зарисовывал от нечего делать, нарисовал мосточки и одинокую лодку, а о своей судьбе думал, а что же дальше? И стало ему до того тоскливо, что не остался у терминель. Старые камни вспомнил, белые дороги, веселые лица, соборы, радостные песни и тихую маленькую люческу с цветами. Подумал, там бы и жил и работал. И Панфила с ящиками вспомнил, как ели баранину и сидели у моря свесь в ноги. Выправил бы себе настоящий турецкий патчпорт. В тоске думал Илья, расписал им церковь. А никому не нужно. Верно, что и старой было довольно. Да, верно, ни богу свечка, ни этому кочережка. Наварилась тоска, и в этой тоске нашел Илья выход, просить барина назначить откуп. Тут Илья услыхал шелест и оглянулся. На широкой аллее к дому стояла она белым видением, в косом солнце, держала за ошейник любимую белую борзую. Встал Илья и поклонился. Она сказала «Здравствуйте, Илья». Голос ее показался Илье печальным. Он стоял, не зная, что ему делать, пойти или так остаться. И она стояла на желтых листьях поглаживая борзую. С минуту так постояли они оба, не раз встречаясь глазами. Как на солнце смотрел Илья, как на красоту, сошедшую с неба смотрел, затаив дыхание. «Вы скучаете, милый Илья? Илья?» «Теперь у вас нет работы». «Да, у меня нет работы», сказал Илья, перебирая поля шляп. Тогда она подошла ближе и сказала тихо «Я понимаю, Илья». «Вы должны получить волю». Скинул глаза Илья, обнял ее глазами и сказал с болью «Зачем мне воля?» Взглянул на нее Илья один миг и сказал этот взгляд его больше, чем скажет слово. Долгим глубоким взглядом сказала она ему и увидал он в нем и смущение и сожаление и еще что-то радость. Словно она в первый раз узнала и поняла его юношески прекрасного с нежно ласкающими глазами, которые влекли к нему девушек за морями. Смело как никогда раньше посмотрел на нее Илья захотевшими жить глазами. Один миг смотрел Илья на нее и опустил глаза, и она только миг сказала, что знает это. Опять услыхал Илья шелест листьев, увидал, как мягко играет белое ее платье, и маленькая рука тянет ошейник, порывающийся борзой, смотрел и в движение ее видел, что она о нем думает. Смотрел вслед ей, пока не повернула она в крестовую аллею. Думала, глянец, если бы оглянулась. Не оглянулась она. Глава 14 На Рождество Богородицы пошел в монастырь Илья, как ходил в прежнее время. Всегда была ему от монастыря радость. Пошел барином, надел серые брюки в клетку, жилет из голубого Манчестера и сюртук табачного цвета с бархатными бачками. Остановился на плотине, увидал себя в светлой воде и усмехнулся. Вот он, маркиста! Раскинулась под монастырем знакомая ярмарка. Под монастырская луговина и торговая площадь села рождественно зачернела народом. Торговали по балаганам наезжие торгаши китайской и кумачом, цветастыми платками и кушаками, бусами и всяким теплым и сапожным товаром. Медом, имбирем и мятой пахло сладко от белых ящиков, со сладким товаром, всякими пряниками, петухами и рыбками, сухим черносливом, изюмом и шепталой кавказской, яблочной пастилой и ореховым жмыхом. Селом стояли ваза с желтой и синей репой, мытой и алой морковью, с лесным новым орехом и вымолоченным горохом. Наклали мужики лесовые белые горы саней, корыт, капустных и огуречных кадок, лопат, грабель, бараны были и веселый свежий щепной товар. Под белые стены подобрались яблочники с вазами вощеной желтой антоновке и яркого аниса с барских садов. К кабакам и трактирам понавели на коновизе к навозу лошадей с заводов и бродячий цыганский табор стучал по медным тазам и сверкал глазами и серебром в пестрые рвани. Ходил и смотрел Илья, вспоминал, как бывало в детстве, и теперь тоже было. Яркой фольгой и лаком резал глаз торговый святой товар из-под холуя. Редками смотрели все одинаковые Миколы, Казанские, Рождества, самые ходовые бога. С улыбкой глядел Илья на строгие лики, одетые розовыми веночками, и вспоминал радостного Арефия. Купил синие и желтые репы, вспомнил, как обдирал зубами, не приходила былая радость, купил кузнецов любимых, мужика с медведем, пощелкал и подарил жадно глядевшему на него ротастому мальчишке. Был и закрестным ходом, смотрел, как пролезали под чтимую икону старики, бабы и девушки, валились на грязь, с ребятами давили пальцы. Смотрел на взывающие деревянные и натуженные лица и вздрагивающие губы, слушал тяжкие вздохи, стоны и выкрики, ругань и пугающие голоса «Батюшки задавили!» видел пьяный долог под монастырской стеной, куда для порядка дотаскивали упившихся и укладывали в лопухи. Все тот же лысый давний старик сидел на пеньке с багровой шишкой у глаза, стерег оберегал пьяниц и получал грошки. Видел Илья у монастырских ворот под завешанными всегда урожайными рябинами городок божий. Сидела рядами всякая калечь, гнусила, ныла, показывала свои язвы и изъяны и жалобила богомольных. Узнал Илья Петьку паршивого с вывернутыми кровяными веками и гусака, который испугал его в детстве, не говорил гусак, а шипел, вытягивая длинную в руку шею. С болью и отвращением проходил Илья мимо божьего городка, а ему вслед тянули «Барин, милостынку подай, барин». Барином называли Илью торговцы, а знакомые мужики с завистью и усмешкой говорили «Маркизио почет, может, лошадку купить желательно». Останавливали Илью гулящие девки в ярких сарафанах с платочками, запавшими на затылок, смеялись «Илюш-милюш, румяный мальчик, пойдем в сарайчик». Хмельные они были, казенные и барские солдатки с большого тракта, ходили цветастой гулевой стайкой, наяривали заезжих, бегали за ними подростки, подергивали за накрахмаленные сарафаны и дразнились. Отплевывались от них бабы, а мужики хмуро сторонились. Помнил Илья двух из них — Лизутку Мачихину с казенного села Мытки и Ясную Пашу. А теперь были новые, и все приставали к нему и называли Илюшей. Полыхало от них на Илью соблазном. И про них думал Илья несчастные, и про калечи, про пьяный долог. Не облегчила ему тоски ярмарка. Отошел Илья на бугорок повыше, где сворачивают от лесу, и смотрел на Луговину и Навозную площадь, по которой все еще носили почитаемую икону. Вспомнилось ему, как за морями носили, на палках белые статуи, шли чинно монахи, опоясанные веревками, и выпускались, взлетали белые голуби. И пожалел. Зачем не остался там, там светлее? Подошла к нему старая грязная цыганка-ведьма, запела, «Сушит тебя любовь, красавчик-корольчик, дай счастлив на руку, скажу правду». Дал ей Илья пятак, чтобы отвязалась. Сказала цыганка, «Крали твоя тоскует, милого во сне целует, делать тебе нечего, погоди до вечера», и пошла, позванивая полтинками. Собирался Илья идти домой на свою скуку. Уже поднялся, услыхал за собой на мосточке топот и визгливый окрик на лошадей мальчик-форейтер. Вскач пронеслась сыпучими песками господская синяя коляска. Узнал Илья и захолонуло сердце. В голубой шляпке с лентами, с букетом осенних цветов, георгин, бархат и душистого горошка, одна сидела в ней его молодая госпожа, везла цветы для иконы. Следил Илья за голубым пятнышком, двигавшимся между белыми ворохами сане телег с репой, пока не проехала коляска монастырские ворота. Как раз ударили к поздней обедне и понесли с площади икону. Три часа просидел Илья на мосточке у дороги. Пестрела перед глазами ярмарка кумачом, чернотой и свежими ворохами на солнце, а голубое пятнышко не пропадало, осталось в глазах, как кусочек открывшегося неба. «Светлая моя», — говорил Илья к монастырским стенам, «радостная моя», — словами которыми только и мог говорить, называл ее, как безумный, кроме нее уже ничего не видя. Сладким ядом поил себя, вызывал ее глаза, пил из них светлую ее душу и опьянялся. До слез, до боли вызывал ее в мыслях и целовал втайне. Три часа, томясь сладко, прождал Илья у дороги. И вот когда увидал, что выехала из монастырских ворот синяя коляска с краснорукавным кучером Якимом и радостным голубым пятнышком, сошел с дороги и схоронился в кусты орешника на опушке. Через просветик жадно следил, как вползала коляска, посыпучему косогору, как полулежала на подушках его молодая госпожа, глядя в небо. Жадно глядел Илья на нее, бесценную свою радость, и лобызал глазами. Тихо проползла коляска песками, совсем близко. Даже темную родинку видел Илья на шее, даже полуопущенные выгнутые ресницы, даже подымающиеся от дыхания на груди ленты и детские губки. Как божество провожал Илья взглядом поскрипывающую по песку синюю коляску, теряющуюся в соснах. Вышел на дорогу, смотрел на осыпающийся след на песке и слушал, как постукивают на корнях колеса. Глава пятнадцатая спать собрался Илья ложиться. Нечего было делать, ночь темная, пошел дождь, зашумело лесом. Тут постучали в окошко, пришел Спирька быстрый, сказал, что требует к себе барин. Сколыхнула Илью, обрадовала и испугала. Сидели господа в спальне и у камина грелись. Полыхала львиная пасть морда сосновыми дровами. Красным огнем полыхала. Розовая была широкая пышная постель под атласным покровом. Пушистый красный ковер увидал Илья букетами, старинный, самый тот, что был при цыганке. Остановился у дверей в коридоре, постеснялся войти. Но барин позвал его из коридора. Только оботри ноги. Вошел Илья и остановился у двери. Барин сидел в глубоком кожаном кресле и похрустывал белую кочерыжкой. Лежали они грудкой на тарелке. А госпожа лежала на покатом бархатном кресле и грела ноги. Красные, золотом вышитые шлепанки туфли сперва увидал Илья в ярком свете на стеганой подставке. Потом увидал тонкие розовые чулочки и бело-золотистый словно из парчи халатик в лентах. Потом розовые тонкие руки в коленях, пышные косы, кинутые на грудь и лицо. Устала, смотрела она в огонь, дремала. Сон прекрасный видел Илья, сказочную царевну. Молча поклонился Илья к камину. Сказал барин вот что Илья слышал я, что думаешь откупаться? Хотел был Илья сказать, но барин показал пальцем слушай. Сам понимаю, что тебе трудно. Какая у меня тебе работа? И потом барыня за тебя просила. Молча, чтобы не дрожал голос, поклонился Илья, почувствовал, как накипают слезы. Неотрывно смотрел на тихое бледно-розовеющее лицо, как у спящей, и вот дрогнули темные ресницы и поднялись. Новые глаза, темные от огня, взглянули на Илью, коснулись его нежно и опять закрылись. Вольную ты получишь. Видела барыня сегодня в монастыре твою работу, Георгия, победоносца. Понравилось ей, говорит, лицо необыкновенное. Неотрывно смотрел Илья на светлую госпожу свою. Все так же она лежала, и от полыхающего огня словно вздрагивали ее ресницы. А как сказал барин, что лицо необыкновенное, опять увидал Илья, поднялись ресницы, и она смотрит. Радостно благодарящий был этот взгляд, ласкающий и теплый. Похолодел и замер Илья и опустил глаза на огонь. А она сказала, «Вы, Илья, удивительно пишете. И вот у меня к вам просьба». Вздрогнул Илья от ее голоса, но сказал барин, «Просьба не просьба, а постарайся напоследок. Барыня желает, чтобы написал ты ее портрет. Можешь?» Сразу не мог ответить Илья, но собрал силы и сказал, чуть слышно, постараюсь. Сам слышал, будто не его голос. «Посмотрел барин на Илью, так вот, можешь?» И она сказала, «Видите, Илья, я хочу, чтобы...» Но ее перебил барин. «Так вот, можешь?» В жар кинула Илью, что перебил барин. стояло в комнате живое ее слово «я хочу, чтобы...» Чего она хотела? И сказал Илья твердо «могу». И посмотрел на нее свободно, как недавно в парке. Упали путы с души, и почувствовал он себя вольным и сильным, спросил смело. «Завтра начать можно?» «Порешили на завтра», сказал Илья. «Буду писать в банкетной на полном свете». Взглянул на нее и еще смелее сказал «У госпожи бледное лицо. Для жизни лица лучше темное одеяние, черное или морского тона». Ее лицо осветилось, и она сказала «Я так и хотела». И удивился Илья. Вмиг она стала совсем другая, еще прекрасней. Нашел Илья силу принять великое испытание. Шел под дождем наскотный, нес ее светлый взгляд и повторял в дрожи, ломая пальцы, «Напишу тебя, небывшее никогда, и будешь». Глава шестнадцатая С того часу начались для Ильи сладостные мучения, светло опаляющие душу. Всю ночь не смыкал он глаз. В трепете и томлении ходил он в тесной своей критушке, и то становился к углу перед иконкой, старый, черный, безлика, после отца оставшийся, и сжимал руки. То смотрел в темные стены, отыскивая что-то далекое, чему и имени не было, но что было, то торопливо промывал кисти, готовил краски и очищал палитру, вынул надежный холст, ватиканский, верный, и закрепил на подрамник. И то обнимал его страх темный, то радость безмерная замирала в сердце. Только перед рассветом забылся он в чутком сне и вскочил на постукивание в окошко. Но не было никого за окошком, дождь стучался. Сердито глядел Илья на небо, тучи, тучи, но к утру подуло ветром и сплыли тучи. Пошел Илья в дом при солнце. Бледный, с горячими глазами, дрожащими руками готовился Илья к работе в банкетной зале, боялся ее увидеть. Но напрасно была его тревога. Вышла молодая госпожа и сказала приветно «Здравствуйте, милый Илья!» «Что с вами, не больны вы?» Поклонился Илья, сказал невнятно и начал свою работу. Взглядом одним окинул милое черное платье, стыдливые худенькие плечи и будто утончившееся со вчерашнего дня лицо с тенями. Новое сияние глаз увидал Илья, как сияние моря в ветре, сияние тихой грусти. Подумал «Другие глаза стали». И стали они другие, когда стал бросать углем, менялись. Радостные они были. Она спросила «Надо сидеть спокойно?» Но не слыхал Илья слов. И она спросила еще. Он ответил «Нет, пожалуйста, говорите». Дрожал его голос и рука с углем. Теперь он неотрывно глядел в лицо ее, вырванное из жизни и отданное ему, ему только. Теперь он пил неустанно из ее менявшихся глаз, первых глаз, которые так сияли. Тысячи глаз видел он на полотнах по галереям, любовно взятых у жизни, но таких не было ни у одной Мадонны. Необъятность видел Илья в темнеющей глубине их, необъятность святого света. Не мог он назвать, что видел, радость, но и печаль, светлую грусть в них чуял Илья, и была эта грусть прекрасна, небывающую красоту, все, что должно бы быть и осветить жизни, чего не было в жизни, видел Илья. Пришел барин, сказал, довольно, пора обедать. День за днем потянулась эта радостно опаляющая душу пытка. Не жил эти дни Илья, не прикасался к пище, и только кусок хлеба и кружка воды поддерживали его силы. Она приходила к нему в коротком, тревожном сне, меняющаяся, то в пурпуре великомученицы Варвары, то в светлой одежде святой Цицилии, то в одеянии Рубенсовой Мадонны. Варвара христианка, казненная в Египте в начале четвертого века собственным отцом, деоскором после жестоких пыток. Мадонна, итальянская от Меодонна, моя госпожа, Дева Мария, Мать Иисуса Христа, запечатлена со святым младенцем множеством живописцев, в том числе фламандским художником Питером Паулем Рубенсом 1577-1640, который нарушил традицию целомудренного изображения Мадонны, дав перевес чувственному началу. Принекала к нему во сне полуобнаженная в пышных тканях прекрасной венецанки, манила его в аллеях, лежала раскинутой на греховном ложе. Сладострастной истоми пил Илья ее любовь по ночам бесплотную и приходил к ней, не смея взглянуть на чистую. Спрашивала она с тревогой, «Милый Илья, что с вами, вы устали?» Говорил Илья с болью за ее тревогу, «Я здоров, что вы?» Он уже не смотрел на меня и не помнявшееся лицо ее, знал его, новое и ее, созданное ночами. Спрашивала она, он вздрагивал от ее голоса, говорил и не помнил, отвечал и не понимал. Но бывали минуты, когда он складывал перед ней руки и смотрел, забывая все. Бывали еще мгновения, когда обнимал он ее всю взглядом, прорвавшуюся в глаза страстью. Она отводила взгляд, прятала шею и собирала плечи, он приходил в себя и бросал работу. Ночью безумствовал Илья в своей клетушке. Он молитвенно складывал руки перед ее новым ликом, падал перед ним на колени и ласкал словами. А только вливалось утро, вкладывал новое, озарившее его ночь. Был этот лик нездешний. Не холст взял Илья, а озаренный, опаляющий душу силой, взял заготовленную для церковной работы доску. Иной смотрела она, радость неиспеваемая, притворенная его мукой. Защитой светлой явилась она ему, оплотом отпокорявшей его плотской силы, девственно чистой рождалась она в ночах святая. Все, что когда-то узнал Илья, радости и страдания, земля и небо, и что на них, жизнь в потемках и та далекая за морями, все, что вливалось в душу, творило в Илье этот второй образ. Силой, что дали Илье зорницы Бога, небывающие глаза в пол неба, озаряющие зорницы, что открылись ему в тиши рассвета и радостно опалили душу, силой этой творился ее неземной облик. Небо, земля и море, тоска ночная и боли жизни, все, чем жил он, все влил Илья в этот чудесный облик. Стояло в глазах и не могло излиться, огромное было в глазах, как безмерно самая короткая жизнь даже незаметного человека. Две их было в черном платье с ее лицом и радостно плещущими глазами, трепетная и желанная, и другая, которая умереть не может. И вот на двадцатый день кончил Илья работу. Сказал госпоже своей, вот, кончена моя работа. И ему стало больно. А она радостная сложила по детски руки, смотрела и говорила «Какая прекрасная! Я ли Эд?» Не было барина, уехал на охоту. Илья стал собирать кисть. Она сказала «Илья, это вы сделали для меня. Я знаю. Я хотела иметь вашу работу. Она сохранит меня для моего ребенка». И тут увидал Илья, как ее глаза потемнели скорбью и горько сложились губы. Словами сказал «Сладко было мне писать ваш образ». А взглядом сказал другое. Робко взглянула она. Этот взгляд принял Илья в награду. Глава семнадцатая вернулся барин с охоты. А говорили, что и с полотнянки. Выполнил обещание. Получил Илья волю по законной бумаге. Спрашивали Илью дворовые «Куда ж ты определишь себя, Илья?» И удивлялись, что не думает Илья ехать на вольную работу. Иные говорили «Тепло ему сидеть на нашей шее». Говорил им Каплюга. «Дураки вы, дубьё! Да вам его чтить как надо! Взял один такой труд на себя, расписал вам церкву. Два года почитай работал, а вы тепло ему на нашей шее». Не хотел Илья никуда ехать. «Осень, куда поедешь?» Пошел к барину. «Спасибо», сказал за волю. Попросил не разрешить ли пока до весны остаться. Разрешил барин. «Живи, Илья, хоть до смерти, это твое право». Подивился Илья. Стал ему носить спирька быстрый барское кушанье. Спросил спирьку, «Скажи, кто приказал тебе кушанье мне носить?» Ухмыльнулся спирька, «А барыня так наказала». Помялся, потоптался и прибавил, «А барин опять к девкам своим уехал, барынь-то никак, больно скучает». Пошел в парк, бродил по шумящим листьям, смотрел на сквозившую через облетевшие кусты дорогу, что вела к дому. Неделю все ходил, ждал встретить, шли дожди. Плох стал Илья. Надорвала ли его сжигающая работа? Или пришел давно подбиравшийся недуг? Слабеть стал Илья и не оставлял его кашель. А раз принес обед Спирька. Смотрит, сидит Илья перед жаркой печкой в тулупе. Сказал Илья, съешь за меня Спиря. А наутро забелело за окнами, выпал снежок в морозце. Обрадовался Илья зиме. Приносит зима здоровье. Стал он прибирать в комнатке и слышит, стучат каблучки на порожки. Заглянул Илья к окошку и схватился за сердце. Она, молодая госпожа его, стояла на крылечке в белой шубке, в белой на голове шелковой шали, новая. Вот и пришла к вам в гости Илья, сказала она, озаряя глазами. Вы заболели? Пришла поблагодарить вас за работу? Забыла? И она, ласковая, протянула ему руку. Закружилась и потемнела у Ильи в глазах. Схватил он маленькую ее руку, жадно припал губами, пал перед нею своей царицей на колени, осыпал безумными поцелуями ее заснеженные ноги, плакал. Она смотрела на Илью в страхе и не отнимал рук. Вспоминал Илья, что страх был в глазах ее и нежность, и боль непередаваемая, и еще, что он так и не назвал словом. Шептала она в страхе, что вы, милый, встаньте. Но он обнял ее тонкие колени и называл, не помнил. И увидал Илья новое лицо. Огнем вспыхнуло бледное лицо ее и пробежало синим огнем в глазах и губы ее помнил, ее новый рот, потерявший девственные черты, и жаркий. Только один миг было. Твердо взглянула она и сказала твердо «Илья, не надо», и торопливо вышла. Видел Илья слезы в ее глазах. Был этот день последним счастливым днем его жизни, самым ярким. Стал Илья доживать дни свои. Немного их оставалось. Лежал от слабости днями и вспоминал трудную жизнь свою, и подумал, «Мне жить недолго, пусть она, светлая госпожа моя, узнает про жизнь мою и про мою любовь все», взял тетрадь и начал писать о своей жизни. К весне услыхал Илья, что родилась у барыни дочь, а барин другую неделю пропадает на охоте. Пришла навестить тетка Агафья и сказала Илье, что барыня будто с полгода не живет с барином, не спит, сказать прямо, а перебралась в дедовскую половину. Узнала еще Илья, будто застала барыня свою горничную анюту с барином в спальне. Понял тогда Илья многое и скорбью залило душу его, а через два дня поразило его, как громом, барыня скончалась. Он едва мог ходить, но собрал силы и пришел проститься. Новую увидал Илья, светлую госпожу свою, прекраснейшую во сне последнем. Дал, как и все, последнее целование. После погребения праха, новоприставленной Анастасии, пришел Илья к барину, сказал, хочу расписать усыпальницу. Уныло взглянул на него барин и сказал уныло, да, плохо Илья вышла, и ты захерел, но пиши. Две недели работал Илья в холодном и сыром склепе, писал ангела смерти, перегнувшегося по своду, с черными крыльями и каменным ликом, с суровыми очами, в которых стояли слезы. Склонялся этот суровый ангел над изголовьем могилы Анастасии, под черный бархат расписал Илья своды и написал живые белые лилии цветы прекрасной страны. Кончив работу самую тяжелую из работ своих слег Илья и не подымался больше. Пришел его навестить Каплюга, сказал ему Илья, вот, умираю, сходи в монастырь, анисьч, дай знать, привези на своей лошадке духовника обительского, у него исповедался иеромонах Сергия, не доберусь сам. Исполнил Каплюга последнее желание Ильи, сам привез иеромонах. Пробовал иеромонах Сергий один на один с Ильей с час времени, потом вызвал дьячка, старуху Агафью и скотника убогого Степашку, как свидетели будут, при всех объявил Илья, монастырю оставляет образ неупиваемая чаша. И тут в первый раз увидал Каплюга икону, завешанную новой холстиной. Приказал Илья снять покрывало, и увидали все святую с золотой чашей. Лик Богоматери был у нее дивно прекрасный, снежно-белый убрус, осыпанный играющими жемчугами и бирюзой, и поражающие показалось дичьку глаза. Подивил Скаплюга, почему без младенца писано неуставно, но смотрел и не мог отвести взора. И совсем убогий, полунемой, кривоногий скотник Степашк смотрел и сказал радостно я. Умер Илья теплой весенней ночью. Слышал через отворенное окошко, как поет соловей в парке к прудам. Слушал Илья и думал, поет на островке в Черемухе. Приняли последний вздох Ильи тетка Агафья и старик Степашка. Рассказывал о коплюге старой Агафья. Скажи, говорит тетенька Агаша, будто соловей поет, слышно? Поет, говорю Илюш. А где ж он поет, тетенька, на прудах? На прудах, говорю, на островку, на островку, говорит, на островку, Илюшечка. А потом подремал тетенька Агаш, ты, говорит, все себе бери, именье мое, родней тебя нет. А потом Степашку увидал. Дяде Степану дай чего, тетенька Агаш, тулуп отдай. Приняли они двое убогих последний вздох Ильи, тихо отошедшего, тихо его похоронили и приказал барин положить на его могилу большой валун камень и выбить на нем слова. Умер Илья и забыли его. Травой заросла могила его на северной стороне церкви, осел камень и стал обрастать мохом. Стало и не видно в густой траве. Глава 18. Принял монастырь Ильяну икону, неупиваемая чаша, дар посмертный. Дивились настоятельница и старые. Знал хорошо Илья уставные лик писания, а живописал причистую с чашей как мученицу и без младенца. И смущение было в душах их, но и романах Сергий сказал, чаша сия и есть младенец. Писали древние христиане знаком, писали рыбу и дверь и лозу виноградную, знаменья сокровенные от злых. Тогда порешили соборне осветить ту икону, но не ставить в церкви, а в обительскую трапезную палату. И когда трапезовали сестры, радостно смотрели на икону и не могли насмотреться. По малу времени стали шептаться сестры, что является им во сне та икона, неупиваемая чаша. Говорили старым монахиням и на духу и иеромонаху. Стали видеть во снах и старые. И пошел по монастырю слух, чудесная та икона. Тогда поехала настоятельница к архиерею. Положил архиерей не оглашать до времени, а проверить со всею строгостью и с сердцем чистым, дабы не соблазнялись, а пока записать все под клятвой. И стала вести строгую запись ученая монахиня, мать казначея Ксения. По малу времени от всего шел на свои места отставной служивый бомбардир, человек убогий по имени Мартын Кораблев. Тащился на костылях после севастопольской кампании, пухли и отнимались у него ноги. Пристал в монастырь на отдых. Ласково приютили его в монастыре, накормили, обогрели. Пришел убогий Мартын в трапезную палату и увидал ту икону радостную неупиваемую чашу. Тогда в чаянии сокровенном поведали ему сестры, что является во снах та икона и любовно наказывает перенести ее в соборную церковь для всенародных молений. Не мог отвести умиленного взора убогий Мартын от радостного лика причистой неупиваемой чаши, и, хоть и великое труждение ему было, положил перед ней три земных поклона, и во всю трапезу сидел не отводя глаз от невиданного лика и молился в тайне. А поутру потребовал настоятельницу и передал ей под великой тайной. Явилась ему как наяву, дивная та икона причистой богоматери с золотой чашей и сказала «Пей из моей чаши Мартын убогий и исцелишься». Сказала настоятельница «Я и сестры обители не единожды сподоблялись откровения причистой, но сохраняем сие до времени в тайне». Тогда неотступно и со слезами стал убогий Мартын просить, чтобы отслужили перед неупиваемой чашей молебен с водосвятием. Просьба его с радостью была исполнена и в трапезной палате совершено было торжественное моление с водосвятием. Со слезами молился весь монастырь, прося чудесного оказания, светили воду и взял болящий Мартын той воды в склянку и растирал ноги. Но не даровало ему причистое исцеление. В тайне скорбели сестры и поселялось в душах их искушение и соблазн. С великой печалью оставил высоковладычный монастырь Мартын убогий. А поутру прибежала как не в себе, с великим плачем и слезами, старая мать, вратарница, веренее на крыльцо настоятельницы, и вскричала, призрела причистые скорби наши. Исцелился Мартын убогий, видела своими глазами, без костылей ходит. Не смея радоваться, спрашивали ее, откуда знает. Говорила она, обливаясь радостными слезами, у святых ворот, рассказывает Мартын народу. Тогда пошли всей обителью и увидели, стоит солдат Мартын, а кругом него много народу, потому что день был базарный. Босой был Мартын и всем показывал свои ноги. Дивились сестры, были те ноги, как у всех здоровых, и крестным знамением свидетельствовали и настоятельницы, и старые, что еще вчера были те ноги, запухшие от воды, как бревна, и желтые, как нарывы. А Мартын показывал костыли и возвещал народу. До Михайловского братца едва дополз. Ноги стало ломать мочи нет. Приняли на в избу влезть, положили меня бабы на печь, и по моей просьбе стали мне растирать ноги святой водой от неупиваемой чаши. А у меня и сил вовсе не стало, будто ноги мне режут, и стал я совсем без памяти, как обмер. И вот, братцы, даю крестное целование, пусть меня сейчас Бог убьет, слышу я сладкий голос, Мартын убогий, с невиданными глазами, как свет живой. Встань, Мартын убогий, и ходи, и радуйся. Очнулся я, братцы, ночь темная, не видать в избе, спать полегли все, чую, не болят ноги, тронул, Господи, да где ж бревна-то мои каторжные, сам с печи слез, стою, не болят ноги, не слыхать их вовсе, побудил хозяев, засветили лучину, а я хожу по избе подтвердили его слова мужики и бабы, что пришли с Михайловского с Мартыном. Тогда зашумел народ и просил отслужить молебен неупиваемый чаш. Возликовала высоковладычный обитель и пошла молва по всей округе, и стали неистащимо притекать к неупиваемой чаше многое множество в болезнях и скорбях, в унынии и печали, в обидах ищущие утешения, и многие обрели его. Повелел архиерей, уступая неоднократным просьбам обители и получивших утешения, перенести ту икону в главный собор, прибыл с духовной комиссией и лицезрел самолично, и долгое время не мог отвести взора от неописуемо радостного лик, сказал проникновенно, не по уставу писано, но выражение великого смысла явно. И повелел ученому архиерейскому мастеру, далеко не прикасаясь, изобразить младенца в чаше стоящем. Будет сия икона по ликописному списку знаменья. Прибыл в обитель ученый иконописный мастер и дописал младенца на святом лоне в чаш и положили годовое чествование месяца ноября в двадцать седьмый день. Вот от году притекал к неупиваемой чаше народ, год от году больше. Стало округа почитать ту икону из-за избавления от пьяного недуга, стало считать своей и наименовала по-своему «упиваемая чаша». Еще не отъехавшие в город дачники из окрестностей окружные помещичьи семьи и горожане ближнего уездного города любят бывать на подмонастырской ярмарке, когда празднуется в высоковладычном монастыре престол в день празднования Рождества Богородицы восьмого сентября. Здесь много интересного для любопытного глаза. Вот уже больше полвека тянутся по лесным дорогам к монастырю крестьянские подводы. Из-за сотни верст везут сюда измаившиеся бабы своих близких, беснующихся, кричащих дикими голосами и порывающихся из-под веревок мужиков звериного образа. Помогает от пьяного недуга упивая моя чаша. Смотрят потерявшие человеческий образ на неописуемый лик обезумевшими глазами, не понимая, что и кто это, светло взирающее с золотой чаши, радостное и влекущее за собой, и затихают. А когда несут ее тихие девушки в белых платочках, следуя за престольной, и поют радостными голосами «Радуйся, чаша неупиваемая», падают под нее на грязную землю тысячи изболевшихся душою, ищущих радостного утешения. Невидящие воспаленные глаза дико взирают на светлый лик и иступленно кричат подсказанное просимое «Зарекаюсь!» Бьются и вопят с проклятиями к ликуше, рвут рубахи, обнажая черные иссыхающие груди и иступленно впиваются влекущие за собой глаза. Приходят невесты и вешают розовые ленты залог счастья. Молодые бабы приносят первенцев и на них радостно взирают неупиваемые. Что к ней влечет, не скажет никто. Не нашли еще слово сказать внутреннее свое. Чуют только, что радостное нисходит в душ. Знают в обители, что бродивший в округе разбойник Аким Третьяк принес на икону алмазный перстень, прислал настоятельнице с запиской, не принял монастырь дара, но записал в свой список, как чудесное оказание. Шумит нескладная подмонастырская ярмарка, кумачами и ситцами кричат пестрые балаганы, горы белых саней корыц светятся и в дождей, и в солнце на черной грязи. Редком стоят телеги с желтой и синей репой и алой морковью, а к стенам жмутся вываленные на солому ядреный антоновка и яркий анис. Не меняет старая ярмарка исконного вида, и редками в веночках благословляют ручками-крестиками толпу меколы строгие. Нищая колеч гнусит и воет у монастырских ворот, и ходит, ходит по грязной размягшей площади и базару белоголовыми девушками несомая неупиваемая чаша, радостно и маняще взирает на всех. Шумят по краям ярмарки к селу, где лошадиные остановища трактиры. Там красными кирпичами кичится богатая для села гостиница Козутопова Метропыль, славящаяся солянкой и женским хором для ярмарки, когда собирается здесь много наезжих за лошадьми. Бродят эти певицы из хора по балаганам и покупают ярославские сахарные апельсины, сладкий мак в плиточках и липовые салфеточные кольца. Смотрят как валится народ под икону. Смотрят и дачники, и горожане, выбирают местечко повыше и по суше, отсюда вся ярмарка и монастырь как на ладони и любуются праздником. Отсюда берут на холст русскую самобытную пестроту и стильную красоту заезжие художники, нравятся им белый монастырь, груды саней и белого дерева, ряды желтые и синие репы и кумачевые пятна. Дачники любят снимать, когда народ валится под упиваемую чашу, улавливают колориты дух жизни, насмотревшись идут к Азотопову есть знаменитую солянку и слушать хор, пощелкивают накупленными кузнецами, хрустят репой, спорят о темноте народной и мало кто скажет путная. Конец книги КОНЕЦ